Всем привет дорогие друзья! Многие из нас любят видеоигры и у всех иногда появляется мысль, как же нам повезло родиться и жить сейчас во время современных технологий. Каждый день многие компании конкурируют между собой, чтобы выпустить на продажу новые мобильные устройства, новые процессоры, видеокарты, телевизоры и прочее. В попытке привлечь потенциального покупателя к своему продукту, разработчики постоянно улучшают свое железо и программное обеспечение. Все это помогает играм развиваться с необычайной скоростью. В 90-х годах, когда на прилавках появился первый Doom, техническое произведение искусства того времени, все просто не могли поверить, как разработчики смогли достичь такого качества картинки, да и просто сделать настолько крутую стрелялку. Сейчас же у нас есть трассировка лучей, сглаживание текстур, различные эффекты, реалистичные тени, motion capture для захватывания движений реальных людей. Все эти технологии сияют в шутерах или экшенах. Но сегодня я хочу поговорить совсем не об этом. Давайте вернемся в прошлое, а точнее в 90-е годы. В то время главным игровым жанром были квесты. Никто не мог отказаться от отличной истории с хорошими персонажами и необычным миром. А самое главное, такие игры заставляли игрока думать головой, так как постоянно на пути попадались задачи, которые требовали решения. Естественно, были различные гонки. Потом, с огромным фурором, id Software показала всему миру, как надо делать крутые шутеры, моментально сделав этот жанр популярным. В это же время, другой жанр видеоигр стал охватывать геймеров по всему миру свои холодные объятия — хоррор. Sweet Home Alone in the Dark Silent Hill Resident Evil подарили людям новые эмоции и моментально привлекли к себе внимание. Ведь если подумать, то зачем нам играть в страшные игры? Хотели бы вы в реальности попасть в ситуации, где вам бы пришлось выживать и постоянно находиться в страхе? Конечно же нет. Но именно в этом и заключается магия данного жанра. Погружаясь в атмосферный мир и узнавая страшную историю, вы получаете уникальные эмоции — страх, адреналин. Вы предельно сосредоточены, а мозг начинает думать тактически. Как же лучше всего выжить в данной ситуации? Стоит ли тратить патроны на зомби и в итоге остаться без боезапасов? Или все же рискнуть и попытаться пробежать мимо, но при этом рискуя стать закуской для мертвеца? Хорроры очень быстро обрели популярность, и в дальнейшем появилось множество потрясающих проектов. Clock Tower, Forbidden Siren, Fatal Frame, сиквел Resident Evil, Silent Hill и многие другие. Но со временем крупные студии стали все реже делать survival-хорроры и начали смещать все внимание на боевую систему. Таким образом в году 2004 или 2005 закончились золотые годы ужастиков. Не подумайте неправильно — игры данной категории никуда не пропали. Стоит вспомнить великолепный Dead Space 2008 года, но известные студии и крупные издатели все реже брались за создание действительно высокобюджетных страшных проектов, предпочитая делать экшен или шутеры, так как именно они приносили больше всего прибыль. Но как мы знаем, потеря одного — это находка для другого. Жанр в свои руки взяли инди-разработчики. Порой, не имея собственной студии, какого-то внятного бюджета, да и работая в одиночку или с парой друзей, данные люди всем сердцем любили ужастики и хотели разделить данную любовь со всем миром. Таким образом, в 2007 году небольшая команда из двух шведов выпустила свет первую часть Пенумбры, которая показала, что даже не имея высокого бюджета, можно сделать такую страшную игру, которая запомнится вам надолго и, возможно, подарит пару бессонных ночей. И как вы знаете, в дальнейшем эта студия станет очень популярной, а первая амнезия задаст направление современным хоррорам на многие годы. На моем канале есть серия роликов, где я подробно рассказал про саму компанию, как она была основана, про взлеты и падения, а самое главное, про их незабываемые шедевры. Если вам интересно узнать про то, как шведы стали настолько известными и необычные детали их творений, то крайне советую ознакомиться с моими роликами, так как история Frictional Games крайне интересна и необычна. Сегодня я хочу вам рассказать про еще одно чудо игровой индустрии. Я поведаю вам про молодого человека, который с самого детства влюбился в виде игры и мечтал создавать их, особенно ужасы. На его пути было множество преград, он поменял свое место жительства, трудился на многих работах, но с годами его желание стать игровым разработчиком становило все больше, а огонь в сердце горел все ярче. Пару раз он был на грани провала, но в итоге, благодаря упорному труду и вере, он смог реализовать свою мечту, а самое главное, подарить нам потрясающие хорроры. Друзья, сделайте себе чашечку чая, возьмите что-нибудь перекусить, так как я хочу рассказать вам историю об одном человеке, который завоевал сердца многих игроков по всему миру. Это история студии Harvester Games и ее первых двух игр, Downfall, A Horror Adventure Game и The Cat Lady. Harvester Games это студия, которая по сути состоит из двух человек, братьев Рэма и Мика Микальски. Название не имеет ничего общего с игрой Harvester, хотя про этого монстра игровой индустрии я когда-нибудь обязательно вам расскажу. Мик создает музыку для проектов, а Рэм занимается всем остальным. Рэм Микальски, полное имя Ремигис, родился в 1982 году в Польше. В 6 лет он впервые увидел компьютерную игру, когда однажды попал в гости к своему другу. Когда ему было 8, его отец принес домой Commodore 64, который стал первым персональным компьютером Рэма. С этого момента игры стали неотъемлемой частью его жизни. В дальнейшем у него появилась первая PlayStation и новый, более современный компьютер, а влечение к играм росло сильнее. Однажды Рэм поиграл в такие проекты, как Maniac Mansion и Эльвира, Mistress of the Dark. Да, это игра на основе сериала Эльвира, Повелительница Тьмы. И он увидел в них нечто особенное. Эти проекты являются квестами с легкими элементами хоррора. Рэма поразил далеко не игровой процесс или история, а как все эти элементы работают между собой, создавая уникальную атмосферу и захватывающий игровой процесс. Будущему разработчику нравились квесты, но он не всегда любил веселые истории про персонажей, которые ищут сокровища на острове или спасают от злодеев прекрасную принцессу. Уже в возрасте 10 лет он увлекся творениями Стивена Кинга. Рассказы мастера ужасов очень впечатлили Рэма, он даже мечтал стать писателем страшных историй, представляя себя сидящим перед печатной машинкой, но все же другое желание было сильнее – сделать свою видеоигру. Он умел хорошо рисовать, а в голове постоянно появлялись идеи для игр или страшные истории, которые он бы хотел рассказать всему миру. Все это он периодически записывал в свой дневник, где описывал свой придуманный ужастик и как, возможно, перенести это в полноценный проект, но мечты оставались всего лишь мечтами. К сожалению, в то время Польша не была идеальным местом для разработчиков. Да, сейчас у нас есть такие студии, как Techland, CD Projekt Red, Bloober Team, которые доказывают, что польский игропром – один из самых сильных в мире. Живя в маленьком городке, в стране без возможностей, он почти сдался и собирался принять тот факт, что он никогда не сможет реализовать свою мечту. Но Рэм решил не сдаваться. Он окончил школу, и когда ему исполнилось 20, он решил, что если он хочет стать разработчиком видеоигр, то он не сможет достичь этого в Польше и нужно действовать. Поэтому он собрал свои вещи и отправился в Англию, а точнее в город Дейвун. Приспособиться к новому месту и новой жизни было непросто. Рэм поменял множество работ. Это были далеко не те профессии, где молодой парень из Польши мог заработать большие деньги, но упорный труд позволил ему получить средства над крышей над головой и еду. Годом позже он перебрался в другой город под названием Эксетер. В данном месте он устроился медбратом в больнице, где его главной задачей был уход за пациентами, в частности за престарелыми. Устроившись на стабильном месте, Рэм осознал, что создавать игры – это не всегда написание бесконечных линий кода. Есть уже готовые инструменты, которые способны создать проект буквально с нуля. Главное, чтобы было желание и время на изучение деталей. Таким образом, Рэм Микальски ознакомился с Adventure Game Studio Криса Джонса, бесплатным игровым движком, который преимущественно используется для создания 2D-игр, в частности квестов. Я не собираюсь вдаваться в подробности движка и его историю, все это можно прочитать на странице Википедии, если вам интересно. Но я расскажу про несколько преимуществ программы. Дело в том, что Adventure Game Studio создан для того, чтобы сделать разработку простой и понятной для любого человека. У программы удобный интерфейс с множеством пояснений и уроков. Если вы захотели сделать адвенчуру на данном движке, то вам не нужно знать язык программирования, так как KGS сам вам покажет и подскажет, за что отвечает та или иная линия кода. Самое главное, что вы должны понимать, это игровую логику и взаимодействие предметов и персонажей, так как именно их и нужно связать программным кодом. Еще один огромный плюс данного движка – это уже готовые функции. Например, на сайте есть уже готовая система сохранений. Разработчику не нужно ломать голову над тем, как создать эту функцию. Как только Рэм нашел Adventure Game Studio, то его желание создавать игры вместе с умением рисовать и придумывать истории уже было не остановить. Вернувшись с работы, сев за компьютер в углу своей однокомнатной съемной квартиры, он разрабатывал свои первые проекты. Не все было так просто. Порой он не понимал, как заставить вещи работать должным образом. Поэтому многие ночи он провел на форумах АГСа, выискивая нужную информацию, словно детектив, который разыскивает улики для раскрытия дела. Поначалу Рэм создавал небольшие игры и принимал участие в создании других. На форумах Adventure Game Studio я нашел официальный аккаунт мистера Микальски. И тут можно увидеть, в создании каких проектов он принимал участие. Поначалу он не планировал продавать их, но однажды, когда его друзья поиграли в его наработки, они были впечатлены стараниями Рэма и сказали, что ему стоит попробовать разработать коммерческую игру. Получив позитивные отзывы и уже имея в голове безумную идею, он приступил к работе. В 2004 году Рэм начал разработку своего первого крупного проекта. The Downfall of Joe Davis Работа над игрой была непростой. У Рэма не было бюджета, он не полностью знал функционал движка, а создание скриптов, то есть цепочки действий, давалось ему сложнее всего. Возвращая свою однушку после 12-часовой смены в больнице, он садился в свой небольшой уголок и работал над своей мечтой. Даже находясь на работе, когда ночью все пациенты спали, а ему нечего было делать, он приносил свой ноутбук и на нем продолжал работу над проектом. По его словам, он и не помнит, сколько ночей не спал и сколько сигарет выкурил, пока создавал Downfall. Если внимательно изучить историю сообщения Рэма, то видно, что он неоднократно просил помочь ему с написанием скриптов или устранением ошибок. Одно дело создать небольшую пробную игру, совсем другое разрабатывать полноценный проект, который собираешься продавать. Сообщество АГС очень дружелюбно и всегда готово помочь начинающим игроделам. Более опытные юзеры неоднократно помогали Рэму с Downfall, за что он до сих пор благодарен и всегда рад помочь другим разработчикам. Как вы можете видеть, он до сих пор заходит на форумы, чтобы что-то прокомментировать или помочь другим, как когда-то помогали ему. Но и на программировании проблемы не заканчивались. Ведь нужно еще и нарисовать вещи, вставить музыку, придумать диалоги. Когда вы в одиночку разрабатываете полноценную игру, то нужно понимать, что вы являетесь сценаристом, дизайнером и программистом в одном лице. Но для Рэма это было не проблемой, скорее наоборот, он был рад таким испытаниям. Один день он программировал, на следующий садился писать диалоги, на третий работал с музыкой. Разработка длилась вплоть до 2009 года. Название игры сменилось с Downfall of Joe Davis на Downfall, A Horror Adventure Game, или по нашему падение, история в стиле хоррор. Кажется, что самое сложное осталось позади. Написание диалогов, сценарий, кодинг игры, все это сделано. Но как оказалось, самое трудное, это далеко не сама разработка, а именно найти способ продать свое творение. В одном из интервью Рэм рассказал, как он отправил заявку в Steam для добавления Downfall в магазин Гейба Ньювилла. Если вы помните те времена, когда Steam был закрытым магазином, и проекты лично проверяли сотрудники Valve, когда еще не было тысяч игр про хентай нацистов-зомби, то вы наверняка знаете, что у Steam были четкие правила. Так вот, заявка на добавление в Steam была отклонена, так как сотрудники Valve посчитали проект Рэма слишком жестоким и недопустимым. Это было сокрушительным ударом для молодого разработчика, так как Steam Габена был самой большой площадкой для распространения игр. После этого неприятного инцидента Рэм отправил письма множеству издателей в надежде, что кто-то решится выпустить его проект. От многих не пришло ответа, некоторые просто дали советы, и всего лишь один сервис решился издавать Downfall. Это был сайт Direct2Drive. В то время это была довольно неудобная площадка, так как если бы загрузка игры прервалась, то пришлось бы начать скачивание снова. Но это не было огромной проблемой. Перед релизом Рэму пришло сообщение от сервиса, где его спросили, как называется его студия. Верно, вплоть до релиза проекта у Рэма не было официального названия. Ведь он просто в одиночку разорватывал игру своей мечты. Он даже и не думал о названии студии, кое у него и не было, если только не считать однокомнатную квартиру за студию. Сотрудник сайта дал ему 5 минут на то, чтобы придумать название. Рэм, когда ему было 19 лет, играл на гитаре со своим братом в группе, которая называлась Харвестер. Еще он был огромным фанатом игры Дюна 2, и там были огромные машины, жнецы. Еще он читал в одном журнале про очень необычный и уникальный проект, в который он хотел сыграть, но никак не смог этого сделать. Знаете, как называлась эта игра? Верно, Харвестер. Поэтому, недолго думая, связав все эти вещи в одно целое, он придумал название своей студии. Харвестер Геймс. Мечта Рэма сбылась. Его первая официальная игра поступила в продажу 19 мая 2009 года. Первая фраза, которую произносит персонаж Доунфолл, это «Приближается шторм». Это идеально описывает проект Рэма, так как игра, словно гроза, ворвалась в жизни игроков и оставила такие сильные эмоции и хаос, что забыть ее просто невозможно. Небольшой дисклеймер. Далее я подробно собираюсь разобрать весь сюжет, персонажей и геймплей проекта, а также попытаюсь проанализировать произошедшее. Так что, если вы вдруг хотите сами ознакомиться с Доунфолл без спойлеров, то лучше остановите видео и возвращайтесь сюда после прохождения. Отдельно стоит сказать, что тут есть очень сильные сцены жестокости, а также в проекте обсуждаются психические расстройства, темы убийства, насилия и суицида, и некоторые темы, которые затрагивает игра, могут повлиять на психику. Как и во многих других роликах, где я обозреваю ретро-проекты, с Доунфолл меня связывает интересная история. Будучи школьником и не имея своих денег на покупку игр, приблизительно с 2010 года и вплоть до 2015 я был пиратом Семи морей. Новая колда? Заебись! Трилогия Mass Effect? Быстрее качаю репак! Я играл буквально во все, что можно было скачать на торрентах. И вот однажды вечером, изучая новые релизы, я наткнулся на Доунфолл. Не прочитав описание, мое внимание было приковано обложкой. Кровь, предупреждение об ультра-жестоком контенте, да еще это и хоррор! Так как я всегда любил жанр, то я быстрее скачал игру и прошел ее за два вечера. И хоть мое прохождение заняло всего лишь от силы часа три, но вот забыть историю и атмосферу я не смог на многие недели вперед. А идя спать, я иногда думал, во что, черт возьми, я сыграл? На данный момент я прошел Доунфолл уже четвертый раз, и только сейчас, мне кажется, я смог полностью разобраться в произошедшем. Установив и запустив проект, вы сразу же попадаете в очень простое главное меню, где есть три опции, начать игру, загрузить и выйти. Хоть меню и выглядит примитивно, но сразу же ваше внимание захватывает картинка и музыка, которая звучит на фоне. Мы видим девушку, которая сидит перед зеркалом и спиной к игроку. В отражении видно изуродованное и страшное лицо. Вместе с атмосферной музыкой проект дает понять, что следующие пару часов вы точно не забудете. Субтитры создал DimaTorzok Доунфолл повествует о женатой паре, Джо и Айви Дэвис. Они из Лондона, а у их брака есть серьезные проблемы. В надежде исправить ситуацию и вновь обрести потерянные чувства, пара решает отправиться в поездку, чтобы спасти их отношения. Они вынуждены остановиться около небольшого отеля с названием Тихая Гавань, так как Айви становится плохо. Она бредит и начинает говорить странные вещи, что идет кровавый дождь, все ее платье в грязи и что они уже мертвы, просто не осознают этого. В диалоге с супругой становится ясно, что у Айви есть проблемы со здоровьем. На улице идет ливень, состояние супруги ухудшилось, поэтому Джо принимает решение снять на ночь номер в отеле и на утро продолжить свой путь. Давайте сразу же поговорим о графическом стиле. Я уже рассказал ранее о процессе разработки и все, что вы видите на экране, нарисовано вручную Рэмом Микальски и анимировано в одиночку. Многим это может показаться убогим, но я хочу призвать вас обратить внимание на локации, которые вы увидите, сколько деталей в них присутствуют и как же круто они выглядят. Так как проект создавался без бюджета, если не считать кофе и сигареты, в нем нет озвучки, только текст, музыка и некоторые звуковые эффекты. Геймплей на Downfall это квест старой школы, где все управление сосредоточено на мышке. Левой кнопкой мы кликаем на места, чтобы придвигаться, и на предметы, чтобы взаимодействовать с ними. С помощью правой кнопки мышки можно изучить вещи. Если передвинуть курсор в верхнюю часть экрана, то появится инвентар героя, где он хранит все найденные инструменты, ключи и прочее. А сбоку есть функция сохранить, загрузить игру. Ничего нового и революционного в проекте нет. Вы попадаете в локации, находите там задачку, которую нужно решить, отправляетесь на изучение местности, находите различные предметы, применяете их и таким образом проходите дальше. Больше и добавить нечего. Внутри отеля протагонист встречает хозяйку данного места, молодую девушку, которая дает паре ключ от единственной свободной комнаты. В номере Айви становится лучше, и она говорит, что когда она отрубилась, то видела сон, где некая толстуха хочет убить себя, но не может этого сделать. Айви просит прощения у своего мужа за проблемы, которые она создавала в последнее время. Хоть ей иногда и становится плохо, но она прекрасно понимает, зачем они отправились в данный отпуск. Все это бесполезно, так как их любовь угасла, и этот брак не делает их счастливыми. «Наши отношения охладели и стали прямо как холодная могила», говорит Айви. Джо не верит, что их брак закончится таким образом, в каком-то сраном отеле. Айви предлагает отдохнуть и провести последний день, как женатая пара. Проснувшись, герой обнаруживает, что Айви куда-то пропала. Скорее всего, ничего необычного, наверняка она просто отправилась в столовую, чтобы взять завтрак. Выйдя из номера и отправившись в главный зал, Джо ожидает ужасная картина. Портье приветствует мистера Дэвиса, спрашивает, хорошо ли он спал. И если уже покушал. Протагонист сразу же ужасается, что столовая заполнена безликими трупами, и пытается выяснить, что за чертовщина тут творится. Женщина спокойно объясняет, что это постояльцы, и они каждый день приходят сюда. Такое ощущение, что для партье видеть подобное, это в норме вещей. Джо хочет выбраться из этого места, и спрашивает, где его жена. Хозяйка отеля рассказывает, что действительно видела Айви утром, и что она познакомилась с другой женщиной, по имени Софи. Девушка рассказывает, что в глубине души Софи просто душка, но тех, кто завязывает с ней дружбу, ожидает ужасная участь. По словам партье, когда Софи привела в свой номер последнюю подругу, то ей пришлось очищать комнату от крови и кусков тела несколько дней. Джо приходит в бешенство и обещает, что если с его женой что-то случилось, то он убьет хозяйку. Прежде чем уйти, она дает герою письмо, которое оставила Айви. В письме супруга сообщает, что снова стала кушать, и что за ней не надо следить, и не нужно спасать ее от голодной смерти. Пока она сидела за столиком и ела, она окончательно поняла, что между ними выросла огромная стена, и что они уже ничего не испытывают друг к другу. Айви благодарит Джо за все время, проведенное вместе, и сдается вопросом, сможет ли он отпустить ее и вычеркнуть из своей жизни. Герой все же любит жену и решает, во что бы то ни стало, спасти свою дорогую половинку. Я специально показал вам отрывок, где история обретает кровавый поворот. Дело в том, что тут нет никаких заставок, да и записок крайне мало, от силы 2 или 3. Начиная с этого момента, игра сменилась с обычной грустной историей на кровавый, жестокий и безумный рассказ о спасении. Мне очень нравится этот первый момент, когда вы просто исследуете отель, и кажется, что все нормально, как все моментально превращается в мясной ад, а шкала безумия достигает 100%. И приготовьтесь, так как эта шкала будет только увеличиваться. Стены коридора, где находится номер Джо, окрашиваются в красный цвет, и видно, что следы ведут в соседний номер. Изучив фойе, герой узнает, что в 102 номере проживает Софи, но недавно произошел один инцидент, запасной ключ проглотил кот. Таким образом появляется первая задача, достать ключ, чтобы открыть комнату Софи. Любой игрок может подумать, окей, значит надо поймать кота, и возможно дать ему слабительное, чтобы получить необходимый предмет. Я был почти уверен в этом, так как ранее я нашел рыбу, и думал, что с ее помощью я должен приманить кота. Но помимо истории, даже сами задачи принимают жестокий, кровавый оборот. Дело в том, что кот любит глотать ключи, поэтому ловим его на собственный ключ. Единственный способ получить желанный предмет, это использовать нож, найденный ранее в столовой, и разрезы брюха питомца. Не стоит беспокоиться, нам не покажут, как это происходит, но сама мысль и решение данной задачи встревожат многих. Открыв номер Софи, Джо видит ужасную картину. В комнате пропали все цвета, кроме черного-белого и яркого-красного цвета крови. На полу сидит маленькая девочка, около нее есть клетка, а на стенах находятся трупы. Девочка рассказывает, что она и есть Софи Шевер, но она не та версия Софи, которая похитила Айви. Дело в том, что Софи должна постоянно есть, чтобы понравиться одному человеку, и поэтому она похитила жену Джо, и увела ее в мир за зеркалом, где собирается ее убить и съесть. Чтобы попасть за зеркаль и спасти свою супругу, герой должен отыскать четыре версии Софи, а точнее воспоминания, которые приняли человеческий облик и находятся в данном отеле. Убив все четыре воспоминания Софи, откроется проход, и Джо сможет спасти свою жену. Протагонист отказывается верить в происходящее и не собирается убивать маленькую невинную девочку, но она сообщает, что у нее ничего не осталось, кроме печали и тяжести на сердце, так как она видела, что с ней будет в будущем. Она просит Джо убить ее таким образом, чтобы она не ощутила никакой боли. Покинув номер, герою становится плохо, и он отправляется спать, где ему снится первый кошмар. Субтитры создавал DimaTorzok, проснувшись, герой отправляется на изучение отеля. В самом начале игры, когда Айви было плохо, то хозяйка отеля сообщила, что в 201 номере живет доктор. В нем Джо знакомится с доктором Зе, ученым из Германии, который перебрался в Англию, чтобы спокойствовать и проводить свои эксперименты, так как, по его словам, в Германии его опыты вызывали немало вопросов. Доктор Зе раньше был хирургом и знает, как лишить человека жизни без лишней боли. Нужно сделать летальную инъекцию. В подвале как раз можно найти средство, которое нужно Джо. Правда, доктор просит о взаимной услуге. В том же подвале находится свежий мозг, который нужен ему для эксперимента, и он просит героя принести его. Коридор третьего этажа покрыт зеленью и кровью. В одной из комнат мы видим небольшую группу безликих людей, которые что-то празднуют. Рядом находится мужчина, мистер Харрис, а позади его плачет девушка. Это второе воспоминание Софи, и она рассказывает Джо, что безумно влюблена в мистера Харриса, но он не отвечает ей взаимностью. Он любит крупных женщин, а Софи для него слишком худа, сплошные кожи до кости. Она просит Джо об услуге, сделать особый калорийный коктейль, который поможет ей быстро набрать вес. В соседней комнате игрок увидит ужасную картину. Множество трупов, но одна женщина все еще жива. Прочитав дневник, который находится на полу, становится понятно, что единственная полуживая женщина это третье воспоминание Софи. Она страдала от безответной любви к мистеру Харрису и пыталась убить себя. Софи травила себя газом и резала вены. Эту комнату в своем кошмаре также видел и Джо. На полу протагонист подбирает дробовик, правда он без патронов. Четвертый этаж выглядит очень странно. Блеклый и монотонный коридор, где двери есть даже на потолке и некоторые из них разных размеров. В единственной открытой комнате Джо обнаружит пожилую женщину, которая повесилась, и ее лицо очень сильно напоминает портье. Последнее интересное место в отеле это коридор, который видят к огромному зеркалу, за которым Софи прячет Айви. На стене кровью написано «Дьявол прошел здесь». Эта фраза крайне важна и позже мы к ней еще вернемся. В подвале Джо не обнаруживает ничего необычного, кроме пыли и окровавленных простыней. Он замечает, что в полу есть дыра, которая ведет в скрытое помещение, но туда не спуститься без веревки. Ее можно найти в саду отеля, и объединив ее с большой палкой, протагонист спускается на уровень ниже. Это что-то вроде небольшой лаборатории. На столе лежит труп человека, и из истории болезни Джо узнает, что это деванширский мясник, который много лет назад убил несколько человек пожарным топором. Самое интересное, маньяк страдал параноидальной шизофренией, и это тоже очень важная деталь, к ней мы также еще вернемся. На столике около стены Джо находит две жидкости, одна из них является летальной инъекцией. Можно выбрать любую, исход будет один и тот же. Рэм просто хотел дать играющему иллюзию выбора. На другой стене комнаты есть трубильник, который включает газ на третьем этаже, в той комнате, где мы ранее видели множество трупов Софи. В подвале вынимаем мозг из головы мертвого мужчины, и кладем его в ранее найденный аквариум со льдом, так как по-другому его нельзя перенести. Теперь, имея смертельный яд, Джо может убить первые воспоминания Софьи Шревер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Хочу сразу отметить две вещи. Первое, это что выбор жидкости никак не влияет на исход этой сцены. Игрок не может ошибиться, Рэм Микальски задумал это специально так, чтобы играющий проникся ужасом. Ведь Джо должен не просто убить маленькую девочку, а помочь ей покинуть мир без боли, и в этом он катастрофически провалился. И второе, это какая же потрясающая музыка была создана для проекта. Брат Рэма отличный композитор и придумал запоминающийся саундтрек. На протяжении ролика вы слышите саундтрек игры. Я еще буду показывать отдельные моменты и просто оцените, как музыка идеально передает настроение. После смерти маленькой Софьи в зеркале появляется трещина. Еще три воспоминания, и проход за зеркальный мир будет открыт. Дух протагониста оказывается подавленным после того, как он не сдержал свое обещание, данные маленькой девочке. Ему становится плохо, и он решает лечь, немного передохнуть. Игроку показывает флэшбэк, где Джо стоит с черным мешком над ванной, наполненной водой. Домой возвращается Айви и спрашивает, где их кот по имени Люцифер. Ведь уже время обеда, а питомец никогда не пропускает время покушать. Какой бы вариант диалога не выбрать, в итоге Джо рассказывает, что произошел ужасный случай. Кот проглотил иголки и нитки, которые хранились в одной из коробок, и ужасно мучился от боли. Джо испугался этого, и боясь, что бедный Люцифер страдает, решил избавить его от мучений. Поэтому он засунул его в черный мешок и утопил в ванной. Айви пришла в ярость, узнав об этом, и сказала, что больше никогда не хочет видеть своего мужа. Проснувшись, герой обнаруживает на полу записку, которая приглашает его посетить студию «Черная вдова», которая находится в городе, недалеко от отеля. Можно отправиться туда сразу же и любить еще одно воспоминание Софи и только потом пойти туда. На сюжет это никак не влияет. Отдав мозг доктору Зе, можно заметить, как в кресле находится человеческое тело. Ученый сообщает, что он хочет оживить его, но для этого ему нужно больше энергии для своей машины. Где-то в отеле есть запасной генератор, который сможет обеспечить эксперимент достаточным количеством электричества. Джо отмечает, что это очень похоже на доктора Франкенштейна и его монстра. Безусловно, схожество есть, но если Франкенштейн создал монстра с мозгом ребенка, то существо немца – это умный, физически совершенный человек. Если вернуться на третий этаж, то игрок увидит небольшую сценку, где в подвале появилась огромная надпись «Я хочу его назад». Труп каким-то образом выключил подачу газа на третий этаж. Так как мозг был отдан, то нужно найти ему замену. На кухне Джо находит мертвую свинью и, применив пилу, которую он нашел ранее на третьем этаже, он получает мозг, который потом и вставляет в голову мертвеца. Теперь можно без проблем активировать газ. Если бы у Джо было что-то вроде зажигалки, то можно было бы убить очередную версию Софи. Решение данной задачи весьма необычно. Мистер Харрис, который находится в зале напротив, просит Джо принести ему пиво. Амулет, который можно забрать с мертвой маленькой Софи, открывает потайную комнату на третьем этаже. Там как раз и находится пивко. Отдав напиток мистеру Харрису, он решает отлить и отправляется в соседнюю комнату, при этом куря сигарету. Увидев труп Харриса, Джо не сильно расстраивается, так как ранее мы узнали, что он бил и унижал Софи за то, что она такая худая. Но череда смертей и жуткие вещи, которые он увидел в этих стенах, берут над протагонистом верх, и ему становится плохо. Отправившись отдохнуть, Джо снится кошмар, где он видит две копии Софи, у которых взрываются головы, а он как раз убил уже два воспоминания, и у первой взорвалась голова. В коридоре он видит Айви и радуется, что с ней все хорошо, и это был всего лишь ужасный сон, но и она умирает, так как ее тело разрывается надвое. Игрок видит, как в зеркале появились новые трещины. Настало время отправиться на изучение окрестностей. К сожалению, в Даунфолл нет других крупных локаций, так как город занимает буквально три экрана. Джо пытается войти в студию, но она оказывается закрыта. Сломав окно и открыв дверь, он попадает внутрь и не обнаруживает ничего интересного. Кто же оставил ему странную записку и зачем приказал ему прийти сюда? Ответ на это он получает, открыв один из шкафчиков. Придя в себя, он осознает, что находится в гробу, глубоко под землей. Снизу доносятся голоса двух мертвецов, которые сообщают ему, что он еще не умер. Они знали, что он попадет сюда, так как черви рассказали им это. Они говорят, что очень скоро придет королева червей, и тогда она убьет протагониста, и он станет одним из трупов, которые станет согнить вечно глубоко под землей. Становится слышно, как нечто копает землю сверху. Мертвецы сообщают, что в гробу Джо есть пистолет, и ему предстоит сделать выбор, бороться ли за свою жизнь, или сдаться и умереть. И у игрока появляется выбор, выстрелить или подождать. Приняв решение, Даунфол дает поиграть за нового персонажа, молодую девушку, по имени Агнеса. Она была названа в честь девушки Рэма. Кстати, ее мы могли видеть в самом начале игры, когда она пыталась купить сигареты у портье. Девушка просыпается у себя в номере и видит, как перед ней находится Вилде Валло, скандинавский бог рок-музыки. Это такая отсылка на Вилле Валло, финского солиста группы Хим. Вилде сообщает, что она спит, а он является всего лишь помощником в ее сне. Агнеса должна выполнить одну важную миссию, а именно найти и спасти одного человека. От этого зависит многое. Раз уж это сон, то почему бы и не рискнуть и не отправиться в приключения с любимым рок-музыкантом. Вилде интересуется, почему на ней свадебное платье, на что Агнеса отвечает, что у нее есть свое агентство по продаже и съему свадебных платьев. Иногда она сама их носит, чтобы бесплатно прорекламировать услуги своей фирмы. Вместе они попадают в музей, единственное открытое место в городе, и там Агнеса находит лопату. Неожиданно вырубается свет, и на музыканта нападает маньяк с топором. Героиня выбегает из музея и бежит прочь от опасности. Она прибегает в студию, в которую ранее попал Джо, и прячется в шкафу. Она не понимает, что происходит, так как шкафчик оказывается огромным, и перед героиней появляется странная женщина. Незнакомка говорит, что в данном месте ей не грозит опасность, и что преследователь ее не побеспокоит. Когда помещение освещается, Агнеса видит гробы и крот. Женщина поясняет, что это царство мертвых. Если пройти по бесконечным коридорам этого места, то можно попасть в ад. Но так как Агнеса жива и просто путешествует во снах, то ей не грозит опасность. Можно предположить, что это женщина воплощения смерти. Незнакомка просит забрать небольшой подарок и передать это человеку, которого Агнеса очень скоро встретит. Обменявшись любезностями, Агнеса покидает страшное место и отправляется в отель, где в саду видит небольшую могилу. Выкопав ее, оттуда вылезает мужчина. Сам эпизод за Агнесу длится буквально минут 10 и создан специально, чтобы немного разрядить обстановку. Если подумать, то игрок уже видел жестокие смерти, кровавые обстановки, ситуации, которые сложно даже представить. Чтобы как-то расслабить игрока и дать немного передохнуть, проект дает под управление нового персонажа. Агнеса шутит, пытается закадрить своего кумира, а также на фоне играет веселая музыка. Но если вы внимательно следите за историей, то вы с ужасом осознаете, что ранее, находясь под землей, у Джо был выбор, выстрелить или подождать. Если игрок выбрал огонь, то в момент, когда Агнеса закончит выкапывать свой обещанный приз, то она получит пулю из револьвера, которая ее убьет. Это гениальный момент, когда ранее игра пытается обмануть вас и принять одно решение, которое в итоге станет фатальным для невинного персонажа. Вы осознаете свою ошибку уже слишком поздно. Про последствия данного выбора я расскажу вам позже. Если же игрок решил не стрелять, то из могилы вылезает Джо и благодарит девушку за спасение. Он быстро объясняет ей, что с ним произошло и какие ужасные вещи происходят в отеле. Агнеса решает помочь герою в спасении жены. Казалось бы, что встреча с маньяком заставила ее передумать, но она уверена, она и Джо просто спят и их сны объединились воедино. И раз она зашла так далеко, то стоит уже дойти до конца и увидеть финал истории. Агнеса будет ходить вместе с Джо и периодически они будут обмениваться фразами, которые будут разряжать обстановку. Интересный факт, но Агнеса будет закрывать лицо, когда они будут заходить в залитые кровью комнаты. Такая небольшая деталь рассказывает о том, что она боится жестокости и не желая зла другим. Вернувшись на третий этаж, игрок видит, что тело мистера Харриса пропало. Следуя по кровавому следу, герой приходит в комнату, где они видят, как Софи притащила половину тела мистера Харриса. Она уверена, что с ним все в порядке и он просто спит. Она не принимает тот факт, что ее любимый уже мертв. Софи просит Джо помочь ей и сделать для нее особый калорийный коктейль. С его помощью она наберет вес и когда ее возлюбленный проснется, то он будет удивлен ее формами и сразу влюбится. Сам рецепт данного напитка весьма интересен. Много мяса и костей, алкоголь и масло. В комнате, где раньше была вечеринка в честь дня рождения Софи, на столе можно найти голову, которая послужит источником мяса и костей. Алкоголь это пиво, которое можно найти в секретном убежище Софи, а банку масла Джо нашел ранее в подвале. Получив все нужные ингредиенты, смешиваем их в блендере. Так как цель Джо это убить все воспоминания Софи, то он добавляет туда крысиный яд. После этого герой отправляется к Софи и дает ей желанный коктейль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В флэшбеке он видит эпизоды своего детства. У Джо был брат по имени Робби и однажды они услышали от одного местного мальчика историю, что на стройке спрятан чемодан с деньгами мафии. Молодые ребята решили проверить этот слух, ведь если им повезет и это окажется правдой, то они могут легко разбогатеть. Вырубив охранника, Джо находит ломик и с его помощью поднимает бетонную плиту, где к разочарованию братьев нет никакого чемодана. С ужасом Джо понимает, что здесь находится мина. Вот почему стройка прекратилась, рабочие обнаружили мины в времен Второй мировой войны и быстро остановили строительство. Джо зовет Робби домой, но младший брат говорит, что не проделал весь этот путь просто так. Он хочет забрать мину с собой и в будущем продать ее. Джо отговаривает брата, но Робби не слушает его. Он подбирает мину и она взрывается, убивая Робби на месте. На четвертом этаже, в комнате, где повесилась женщина, протагонист встречает портье. Джо грозит ей расправой, если она сейчас же не ответит, что тут происходит. Женщина не торопится с ответами, зато сообщает, что все здесь всего лишь призраки. Даже она сама уже давно покинула мир живых. Тело старушки, которое висит над персонажами, это и есть хозяйка отеля. Эта комната всегда была ее любимой. Джо спрашивает у нее, где расположен запасной генератор, на что женщина отвечает, что тут нет и никогда его не было. Доктор Зе прекрасно знает это и хочет обманом заставить Джо пойти на крышу и поставить на крышу металлический предмет, с помощью которого он сможет получить энергию, когда молния ударит по нему. Герой просит показать ему путь на крышу, на что девушка соглашается, но взамен просит сыграть с ней. Разговор с ученым подтверждает то, что было сказано ранее, и он действительно просит Джо отправиться на крышу и дает ему рацию, чтобы они смогли связаться. Изучая отель, Джо видит, как на полу специально оставлена одежда, которая приводит его в секретное место. В темной комнате он встречает хозяйку тихой гаммани, которая полностью раздета. Она прекрасно знает, что отношения Джо и Айви уже не спасти, что жена столько раз причиняла ему боль, и ему следовало бросить ее давным-давно. Девушке было безумно одиноко все эти годы, и она просит Джо поцеловать ее и забыть о своей супруге. Она всего лишь призрак в этих стенах, и останется такой молодой и красивой навсегда, и она хочет такой же судьбы для протагониста. У игрока появляется выбор, изменить жене или сохранить верность и пойти дальше. Позже я расскажу, как это повлияет на концовки проекта. Попав на крышу, Джо вставляет ломик, в который ударяет молния, сбрасывая героя вниз. Он успевает зацепиться за выступ под окном комнаты доктора Зе и видит, как существо ученого оживает. Но вместо слов любви и благодарности оживленное тело атакует своего создателя. Джо падает вниз, но расстояние между выступом и землей было небольшим, поэтому он не пострадал. Зайдя в номер доктора Зе, мы видим, что трупа нигде нет, да и само существо пропало. На столике Джо видит экземпляр Майнкамфа, а внутри находит фотографию Гитлера. Рядом находится манекен, у которого не хватает частей тела. Во время прохождения на разных локациях игрок находит части тела, и именно их и нужно приделать к манекену. Сделав это, открывается секретный проход, где Джо видит труп доктора. В секретной комнате ученого Джо находит бензопилу. Последняя копия Софьи находится в запертой комнате на четвертом этаже. Решив простенький пазл с застрявшим ключом, ну знаете, подложи под дверь бумагу, вытолкни ключ и забери его. Джо встречает последнее воспоминание, взрослую Софьи. Внутри комнаты на стенах повешены игрушки, у которых не хватает глаз, рук, в их голову воткнутые иголки и ножи. Неожиданно они начинают говорить Джо и сообщают, что это Софьи живет в мире полном жестокости и гнева. Она издевалась над игрушками многие годы, и ее уже не спасти. Они просят героя убить ее самым жестоким способом, чтобы ее кишки вывалились наружу и чтобы она это увидела. Убив последнего воспоминания Софьи, Джо осознает, что он превратился в безжалостного убийцу. Выйдя из номера, он останавливается, чтобы выкрыть последнюю сигарету вместе с Агнесой. Главная задача выполнена, теперь осталось только пробраться в зеркальный мир и спасти Айви. На своем пути Джо и Агнес встречают маньяка, который гнался за последний в музее. Он утверждает, что он и Джо похожи. Весник говорит, что когда-то здесь побывал сам дьявол и заставил его написать свое имя кровью, а если дьявол посетит одно место, то он уже никогда оттуда не уйдет. Маньяк нападает на героев, но Джо убивает его выстрелом из дробовика. Агнеса отказывается идти дальше, так как верит, что это сон Джо и это его личная история, она здесь больше не нужна. Да к тому же она хочет проснуться от этого кошмара. Попав в мир по ту сторону зеркала, протагонист встречает настоящую Софьи. Он говорит, что для спасения Айви готов порвать ее в клочья, если это понадобится. Софьи превращается в большого и уродливого монстра, который чем-то напоминает чудовище из нечто и начинается босс батл. Эта схватка является, пожалуй, самым слабым моментом в игре. Даже Рэм годами позже сказал, что босс файт был полным дерьмом. Просто тогда ему хотелось закончить игру эпичным боем, но не хватало опыта сделать это грамотно. У босса появляется шкала здоровья и применяя дробовик вы должны убить монстра. После каждого выстрела нужно вручную перезарядить оружие, применив патроны на пушку в инвентаре. Сам по себе бой проходится за минуту. Главная уловка заключается в том, что у мутирующей Софи есть две головы. Одна вся окровавленная и большая, а сзади есть одна маленькая. Отгадайте, в какую из них надо стрелять? Правильно, в заднюю. Сразу же не думаешь об этом, ведь первое, что вы видите, это огромную окровавленную голову. Почему бы не стрелять по ней? После кринж-босса Джо возвращается назад, где на полу находит мертвую Айви. Он шокирован и в полном отчаянии, но вспоминает, что в комнате доктора Зе есть машина, с помощью которой можно оживить мертвых. Поэтому Джо решает попробовать спасти Айви с помощью этого кресла. Пытаясь вернуться в комнату доктора, герой попадает на пятый этаж и видит, как в центре коридора стоит мясник, которого он убил ранее. Джо кричит на него и говорит, что ему не дело, до чего он хочет и что собирается тут делать. Он просит просто оставить его в покое и дать спасти свою супругу. Зайдя в единственную открытую комнату, мы видим, как убийца срывает со своего лица маску и под ней оказывается сам Джо. В комнате главный герой видит окровавленного человека, сидящего перед телевизором. Между ними начинается разговор и оказывается, что это отец героя. Он видит протагонистов, падений, разрухи целой семьи. После того, как умер младший брат Робби, мама впала в глубокую депрессию и в итоге не смогла жить без своего младшего сына. Она покончила жизнь самоубийством, порезав себе вены. Папа Джо тоже хотел покончить с собой, но в итоге стал алкоголиком и многие годы издевался, бил и делал жизнь Джо настоящим адом. Отец называет Джо убийцей и шлет его к черту. После такого тяжелого разговора герой все-таки добирается до комнаты доктора З и помещает Ави в кресло, как неожиданно появляется неизвестный человек и сообщает, что Джо бредит и он готов дать все ответы на вопросы протагониста. Мы берем под управление нового персонажа, детектива по имени Билл Хуквей. Полиция прибыла сюда, так как здесь возможно скрывается человек, который жестоко убил доктора Фрэнка Зеллмана, лучшего друга Билла. Как вы могли догадаться, все, что мы наблюдали, пока играли за Джо, было в его воображении, в его собственном кровавом и жестоком мире. Джо Дэвис никогда не был любимым сыном в семье, а после смерти брата мама и папа стали винить его в произошедшем. Мама в итоге не смогла выдержать боли и убила себя, а отец возненавидел старшего сына еще сильнее. Все детство он провел буквально в аду, и когда он стал старше, он встретил любовь всей своей жизни, Айви. Они поженились, и у них все было хорошо, пока у Айви не развилось психическое расстройство. Она считала себя толстой и уродиной, поэтому она иногда не ела целыми днями, превращая себя в скелета с кожей. Джо решил бороться за их брак и стал ухаживать за ней, иногда даже насильно кормил ее. В итоге она поняла, каким монстром может быть Джо, а их чувства и вовсе остыли, поэтому она ушла от него. Мистер Дэвис записался к психологу, доктору Зелману, который пытался помочь мужчине, но Джо никак не мог принять тот факт, что Айви покинула его. Когда доктор в очередной раз пытался объяснить ситуацию с Джо и убедить, что его брака уже не существует, протагонист обезумел и в своем приступе яростью убил психотерапевта. Он бил его головой об окно, а когда доктор умер, то Джо вскрыл череп, забрал у него мозг и разрезал тело на много частей. Свидетели видели, как окровавленный мистер Дэвис покидает место преступления, поэтому они сразу вызвали полицию, которая и выследила его до самого дома. Так как Фрэнк Зелман был лучшим другом Билла, то детектив моментально взялся за дело и лично приехал на поимки преступника. Изучая квартиру Джо, он обнаруживает разруху, везде грязь, почти нет мебели, разорванные обои и пробитые стены. На стене они обнаруживают труп кота и кровавую надпись. Полиция, пытаясь предупредить соседей, своему ужасу обнаруживает, что все они уже мертвы. По их словам, в этом здании произошла настоящая бойня, не выжил никто. Детектив вспоминает, что в таких местах есть подвал и выломав доски, попадает в секретное помещение. Перед ним появляется Джо с дробовиком в руках, а на стуле находится толстая уже мертвая женщина, которая бьет током электрический стул. В этот момент под управление игрока снова попадает Джо и появляются три выбора сдаться полиции, суицид или же убить полицейского. Если выбрать убить полицию, то Джо выстреляет в Билла, а потом убивает весь отряд, который спустился в подвал. Он говорит, что ради Айви готов на все, даже убить любого, кто встанет у них на пути. Девушка загорается и последнее, что мы видим, это Джо, который держит на руках Айви на фоне горящего здания и говорит, что он знает, где они могут спрятаться и начать все сначала в месте под названием Тихая Гавань. Если принять решение сдаться, то неожиданно Билл атакует Джо и садит его на электрический стул. Доктор Зелман был лучшим другом детектива и он жаждет мести. Билл готов мучить Джо, так же, как и мучился психолог перед своей смертью. Пока Билл пытается разобраться, как же включить устройство, неожиданно Айви приходит в себя. Помните эту сцену, где нужно было принять решение, изменить или нет? Так вот, если вы сохраните верность Айви, то она скажет, что несмотря ни на что, Джо остался ей верен и она за это благодарна. Она из последних сил добирается до пистолета и выстреляет детектива, таким образом спасая своего мужа. Если же вы изменили, то она выражает свое презрение и не помогает ему. Детектив включает электрический стул и Джо сгорает заживо. Но самая интересная концовка является вариант суицида. Я полностью покажу вам ее, а потом мы разберем произошедшее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 где они могут укрыться. После финальных титров мы видим небольшой эпилог, который завершает историю Агнесы. Помните тот момент, где игроку дали сделать выбор, когда главный герой находился в гробу? Если не выстрелить, то мы увидим, как Агнеса возвращается в свой номер и задается вопросом, как же закончилась история Джо? Было ли это сном на самом деле? Если же выстрелить, то в эпилоге Агнеса окажется во владении королевой червей. Каноном считается именно концовка с попыткой суицида и дальнейшим побегом из горящего здания. Я специально рассказал вам историю так, как она раскрывается по мере прохождения, но самый большой шок наступает как раз в самом конце, когда после финальных титров вы собираетесь с мыслями и пытаетесь проанализировать сюжет. Мне лично понадобилось целых 4 прохождения, чтобы понять всю суть проекта, и то я до сих пор не уверен на все 100% в своих догадках. Поначалу, когда начинают происходить страшные вещи, а Тельва заполняется кровью и трупами, вам может показаться, что это просто другой мир, эдакий Салент-Хилл, куда попал бедный герой, и вокруг него творятся страшные вещи. Но углубляясь в историю, вы осознаете, что Тель Тихая Гавань и все в нем происходящее, это просто манифестация психического расстройства Джо Дэвиса. Проект неоднократно дает нам намеки на причины, из-за которых творится этот ужас. После смерти младшего брата Джо стал винить себя, а самоубийство мамы и ненависть отца и вовсе разрушили его душевное состояние. Когда он женился на прекрасной Айви, то обрел спокойствие, но потом у нее начались проблемы с питанием. Она считала себя толстой и некрасивой, и могла не есть целыми днями. Их отношения начали охладевать, и в голове Джо что-то кликнуло. Вернулось чувство вины за смерть брата, и он думал, что обязан помочь Айви, так как если он ничего не сделает, то потеряет ее. Его методы помощи были крайне жестокими, он приколал свою супругу к креслу, и насильно кормил ее. Чувство вины за смерть брата и ненависть родителей заставили его думать, что именно он должен и сможет помочь своей жене. Проблема в том, что он никак не способен этого сделать. Он не доктор и не психолог, у него нет нужных навыков и инструментов, чтобы сделать это. Самое страшное это то, что шизофрения Джо, его психическое расстройство, не позволяет ему услышать здравый смысл, так как это бы подтвердило тот факт, что из-за него все умирают и сам он ничтожен. Главный герой пытается помочь, но по пути портит и уничтожает все, что ему дорого. Ему самому нужна квалифицированная помощь, но он не может признать этого. Домфон начинается с того, как пара решает остановиться на ночь в отеле, но на самом деле история началась еще раньше. Когда Айви пыталась уйти от него, он не смог этого принять и насильно спрятал ее в подвале, где силой кормил ее. Когда доктор Зелман пытался помочь Джо и объяснить ему, что Айви ушла от него, то его недуг окончательно взял над ним верх и он убил своего психотерапевта. Все, что мы видели в игре, когда забрали мозг у трупа, убивали воспоминания Софи, все эти ужасные вещи Джо творил наяву. Это подтверждают полицейские, которые нашли трупы соседей. В своем безумном мире Джо видел доктора, как нациста, который пытался изменить его, копаясь в его голове. Мы уже установили, что Джо является злом в данной игре. Мы видим его версию событий и хотим помочь ему в спасении Айви, но потом осознаем, что из-за него и происходят эти ужасные вещи. Помните четыре воспоминания Софи, которые нужно убить, чтобы спасти Айви? Так вот, на самом деле они являются частями самой Айви и ее проблемами. У нее было несчастливое детство, как и у протагониста. Когда она выросла, то начала чувствовать себя уродиной. Когда она вышла замуж за Джо, то она перестала есть, так как считала, что это сделает ее красивой. Из-за этого они начали ссориться и отдалились друг от друга. А потом она и вовсе увидела жестокую версию своего супруга, когда тот схватил ее и начал насильно кормить. Мистер Дэвис не просто убивает воспоминания Софи, которые на самом деле являются проблемами Айви, а саму ее сущность, характер, чувство и тело. Вместо того, чтобы найти способ помочь ей в преодолении этих недугов, он решает полностью избавиться от них, в процессе убивая саму Айви. Во время игры в некоторых эпизодах мы видим реальные моменты из жизни героев. Например, письмо, которое нам вручает портье в самом начале, было оставлено не на утро, когда Айви пропала, а в реальной жизни, когда она решила уйти от Джо. Флэшбэк с котом и с братом все это трагичные эпизоды, которые навсегда изменили его жизнь. Я даже могу сказать вам больше, почти все персонажи в игре это образы самого Джо и Айви. Например, Деванширский мясник родился в тот же день и год, что и сам Джо, а в его истории болезни написано, что он страдал параноидальной шизофренией. Маньяк, который потом гонится за Агнес и встречает самого протагониста, все это по сознанию героя, которое показывает ему его будущее. Его запомнят как убийцу, который слетел с катушек. Вы можете задаться вопросом, а кто же такая Агнеса? На самом деле она является хорошим воспоминанием об Айви. На ней свадебное платье, она шутит и оптимистично настроена. Это напоминает Джо о свадьбе и о том времени, когда они были счастливы. Если вспомнить момент, когда маньяк гонится за Агнес, то становится понятно, что Джо в своих попытках спасти Айви от анорексии убивает в ней все плохое, но вместе с этим и хорошее. Он уже просто не способен отличить добро и зло. Портье символизирует мысль об измене и предательстве. Даже в самом конце, когда у него на глазах Айви сгорает заживо, то он продолжает бредить и представляет, как он спас ее и хочет спрятаться вместе с ней в отеле Тихая Гавань. Кстати, существует теория, что концовка игры на самом деле является началом, так как после побега из горящего здания Джо упоминает отель, а события игры произошли уже после. Интересная мысль, но в этой теории множество дыр. Скорее всего финальный монолог Джо подтверждает то, что он окончательно сошел с ума и скорее всего цикл безумия и жестокости повторится. В самом начале ролика я сказал, что первоначально проект назывался Don't Fall of Joe Дэвис, то есть падение Джо Дэвиса. И это название идеально передает суть проекта. Перед нами не просто хоррор квест, где главный герой попал в страшный параллельный мир с ебаками и пытается спасти свою принцессу. Все в точности наоборот. Мы наблюдаем путь вроде бы хорошего человека, который хочет спасти свою жену и осознаем, что из-за своего психического расстройства, в мере страха, не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Это идеальный пример того, когда кто-то пытается помочь, но из-за серьезных проблем делает всем окружающим только хуже. Рэм Микальски неоднократно говорил, что игра олицетворяет некоторые вещи, которые произошли в его жизни. Понятное дело, у него не было психоза и он не встречал убийц, которые насильно запирали и кормили людей. Скорее всего игра хочет сказать и показать, что если у вас есть знакомые или любимые люди, которые проходят через очень тяжелое время в жизни, то как бы вы не хотели им помочь, все же стоит обратиться к специалистам. Вообще, когда вам тяжело и больно, не стоит скрывать это и лучше сразу же найти квалифицированную помощь. Хочу отметить, что в проекте нет официальной концовки. Рэм Микальски никогда не говорил, какой финал правильный. Он даже не раскрыл всех деталей сюжета. Все происходящее должен понять и осознать сам игрок. Поэтому я не гарантирую, что все, что я сказал, является абсолютной правдой и единственным объяснением сюжета. Каждый из вас увидит свою версию событий и дополнит пробелы своим воображением. В этом и заключается магия Downfall. Этот проект заставляет вас задуматься о серьезных темах и проблемах. Хоррор элемент здесь используется не просто, чтобы показать горы мяса и море крови, а символизирует проблемы с психикой и здоровьем. Прекрасно нарисованные локации и внимание к деталям, музыка, которая идеально передает атмосферу происходящего. Все это превращает прохождение в незабываемое приключение. Кстати о музыке. Брат Рэма Мик Микальски очень хороший композитор. Некоторые композиции настолько странные и необычные, что я даже не побоюсь сравнить их с творчеством Акиры Ямаоки. Академия Дома Микальски. Академия Дома Микальски. Академия Дома Микпотер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В концовке на фоне играет песня, которая называется «Тысяча оттенков красного», которую придумал и спел сам Рэм. С ней связана интересная история. Однажды после смены на работе он отправился в местный паб и думал о финале игры. Неожиданно ему пришла в голову эта песня. Он написал слова на салфетке, которую нашел рядом, и на следующий день связался с братом, чтобы записать песню. Домфол является для меня шедевром. Это инди-проект с большой буквы «И». Кривой, низкобюджетный, без крутой графики, но зато с огромной душой. Я вижу, сколько сил было вложено в создание данной игры. Она не пугает в типичном понимании этого слова, но зато реально заставляет почувствовать себя некомфортно в плане атмосферы и тем, которые она поднимает. При релизе творение Рэма стоило всего лишь 10 долларов, и заплатив их, вы получали билет не просто на американские горки эмоций, а вход в целый парк аттракционов ужасов, который находится в голове протагониста. В самом начале я рассказал про то, как Рэм Микальский иногда делал игру в ночное время своей работы, когда пациенты спали. По его словам, некоторые диалоги, которые были использованы в игре, он слышал по-настоящему между людьми, за которыми он ухаживал. Если внимательно присмотреться к локациям проекта, то можно увидеть, что разработчик черпал вдохновение из своего реального места работы. Некоторые коридоры обшарпаны, выглядят блекло, словно это какая-то больница. Место, где висела пожилая женщина, очень похоже на комнаты, которые действительно есть в больницах или домах для престарелых. Смотря на кровавые коридоры и комнаты с трупами в даунфолл, невольно понимаешь, что разработчик черпал вдохновение из места, где смерть действительно жила по соседству и могла прийти за очередным пациентом в любой момент. Являясь огромным фанатом Стивена Кинга, Рэм не мог обойтись без отсылок к своему любимому автору. В номере Доктора Зе есть шкафчик, в котором можно увидеть много книг, которые являются отсылками к любимым произведениям Рэма. Например, «Безнадега и сияние» Стивена Кинга, «Солярис» Станислава Лема, «Сатанинские стихи», «Салмана Ружди» и множество других. Лично для меня «Донфолл» является шедевром в плане истории и атмосферы, но у проекта есть явные проблемы. Нельзя отрицать тот факт, что подобная стилистика многим может не понравиться. Есть незначительные баги, например, в один момент у меня перестал работать инвентарь, и данную проблему исправил полный перезапуск игры. Я не успел заснять этого, но в один момент герой перестал ходить, а начал лететь по воздуху. Хоть я и люблю классические квесты, но я прекрасно понимаю, что сам игровой процесс заметно устарел. Тут есть пиксель-хантинг, то есть изучение всего экрана с целью найти используемый предмет. Некоторые предметы вам вообще никогда не понадобятся, и они всю игру будут просто занимать место в инвентаре. И да, многие из вас мне скажут, «Ты ничего не понимаешь, в старых квестах тоже такое было». Возможно, некоторым это и понравится, но я отказываюсь принимать тот факт, что такое нужно оставлять в квесте 2009 года, не говоря о том, если играть в него в 2021. Кстати, про пиксель-хантинг. В игре есть эпизод, который реально меня выбесил. Это момент, где нужно получить ключ, подложив под дверь бумагу. Сама задача проста – вставить ключ в замок, и таким образом выпадет другой, который нужно забрать. Проблема заключается в том, что у двери есть две интерактивные точки – сама дверь и замочная скважина. Я буквально минут 5 не мог навести курсор на замок, у меня просто не появлялось нужное действие. Почему просто бы не использовать ключ на двери? Это лично моя придирка, но это тот тип проблемы, который можно было бы легко избежать при разработке. Некоторые игроки ставили игре минус за то, что переживать некоторым персонажам просто невозможно. Например, в моменте, где мы должны принять выбор, переспать или не изменять жене, нам никогда не показывают, насколько близки Джо и Айви, мы мало знаем о их браке, или о жизни самой супруги. Поэтому, принимая это решение, лично я не чувствовал абсолютно ничего. Вообще, игра состарилась весьма плохо, поэтому много лет назад официально была заброшена, то есть разработчик больше ее не поддерживает, и стала бесплатной. В 2016 вышел ремейк, который расширил лор игры, добавил много историй и персонажей, в нем можно знать больше о браке Джо и Айви, но о нем мы поговорим в другой раз. Проект Рэма не окупился миллионным тиражом, но смог собрать свою аудиторию и принес известность и неплохую сумму своему создателю. Игровые журналы и сайты, а также простые геймеры, хвалили произведения юного разработчика. Людям понравилась история, атмосфера, музыка, а также многие отмечали, как удачно игра смешивает вместе хоррор и рассказ о печальной судьбе человека, который из-за череды ужасных событий полностью теряет над собой контроль. После релиза своего первого проекта, Рэм Микальский не стал терять времени и начал разрабатывать прототипы для новой игры. Dawnfall принес некоторую прибыль, известную своему создателю, но в целом никак не изменил его жизнь. Молодой польский разработчик работал в ночные смены в больнице и жил вместе со своей девушкой. В немногочисленных интервью Рэма он признался, что создание игры дается ему далеко не просто. Дело в том, что у него нет четких идей, про что будет следующий проект, какие механики или темы он хочет использовать. Он просто начинал придумывать локации, персонажей, некоторые диалоги, и в итоге, соединяя все эти элементы, для него вырисовывалась целая картина. Именно это он и любит больше всего, экспериментировать. Таким образом, одна идея начала превращаться в новую игру, которая изменит жизнь Рэма навсегда, The Cat Lady. К сожалению, я не могу рассказать вам многого про само создание кошатницы. Как и с разработкой Downfall, Рэм в основном работал по ночам, после своей работы, почти в одиночку. Зато в одном из интервью он поведал интересные детали того времени. Дело в том, что у него родился сын, которого назвали Габриэль, в честь одного очень известного персонажа из мира игр. Днем Рэм проводил все время с малышом, исполняя свои отцовские обязанности. Вечером он отправлялся на работу, так как в основном он трудился в ночные смены. В основном Рэма использовал компьютер по ночам, так как это было единственное свободное время, когда он мог спокойно заняться разработкой. После этого он спал по часов 5-6, и все по новой. Да, вот такой может быть жизнь инди-разработчика, довольно сложная, но если есть цель и стремление достичь цели, то уже невозможно остановиться. Изначально Рэм планировал сделать очередной квест, но вскоре очень быстро передумал. Дело в том, что как создатель, он хотел улучшений, чего-то нового, каких-то испытаний. Он сделал анализ своей прошлой игры, и понял, что некоторые вещи не работали так, как он изначально их задумал. Старые адвенчуры уже устарели в плане геймплея, никто не хочет бегать по локациям и заниматься пиксель-хантингом. Некоторые страшные моменты не удалось реализовать, так как игрок сразу же видел целую локацию, и было очень сложно вставить в них страшные моменты. Также Рэм осознал, что его проект был не совсем дружелюбным в плане управления. Помните, я упомянул, как он приносил на работу ноутбук, и с его помощью ввел разработку прямо во время ночных смен? Так вот, иногда у него не было мышки. Да, звучит глупо, но помимо всего прочего, Рэм хотел сделать так, чтобы его новый проект игрался легко, даже с ноутбуков, если у кого-то нет мышки. Таким образом, он принял решение изменить интерфейс. Он заручился поддержкой Джеймса Спануса, который придумал для проекта уникальный интерфейс. После этого разработка пошла как по маслу, и уже в 2012 году на свет появился новый проект от Harvester Games. The Cat Lady уникальная игра. Если в Daunfall мы наблюдали за психическим расстройством Джо Дэвиса и какие события сломили его, то в Кошатнице Рэм пошел гораздо дальше. В игре будет еще больше жестокости, крови и мяса. Но помимо этого, сами темы, которые поднимает игра, являются очень тяжелыми. И поверьте, я не говорю вам это просто для того, чтобы заинтриговать вас. The Cat Lady это действительно уникальный проект, который не похож ни на один другой. Я бы даже сказал, что он один в своем роде. Продолжение следует... Некоторые скажут, что это длительная жизнь, и я думаю, что это правда, но я не люблю с людьми. Не в последнее время, в общем. Я только вернусь к моим котам эти дни, и я покажу их очень сильно, но они будут понимать, как они всегда были. Теакуп остается с нами до конца. Он смотрит на меня, как будто он знал. Потому что, поздно ночью, я спрятал целую пищу. Они легальны, конечно. Прискирован от моего доктора для моих проблемы с утром. Но я взял 34 из них. Все я смогу найти в каббаре. И теперь, комната вокруг меня смеет в блурный танго, как моё сердце сломается. Ни секунду сейчас, я умер. Я чувствую себя спокойно. Я готова. Ни секунду сейчас с вами. Могу больше не надо. И я, кстати, все. Вернусь к нему. Наоборот. Оно. Редактор субтитров. Могу больше не надо. Он хотел, если я не знаю. Но, как и не ошибся. Вернусь к нему. И я не могу. С такой трагичной ноты начинается игра. Сьюзан Ашворд, женщина средних лет, решает покинуть мир живых, так как ей ничто и никто больше не приносит счастья. Она решает принять теплые объятия смерти и оставить свои страдания позади, но вместо этого она приходит в себя в поле. Давайте сразу же обратим внимание на две новых вещи. Первое это управление. В The Cat Lady все движение, интеракция с предметами, выбор диалогов, все это завязано на кнопках клавиатуры. Двигаться можно с помощью стрелок, а когда героиня находит важный предмет, то появляется надпись с действием. Нажав на Enter, Сьюзан подбирает или использует предметы. Главным плюсом такого управления является простота в усвоении, и самое главное, как и хотел Рэм, вы видите только то, что находится на экране. Если вы двигаетесь влево или вправо, камера смещается, и прямо перед вами возникают новые вещи, которые порой могут вас шокировать или даже напугать. Именно этого эффекта он и хотел добиться с новым интерфейсом. И второе нововведение это озвучка. Теперь герои говорят, но к озвучке мы еще вернемся. На фоне играет спокойная музыка, на поле колышется трава, солнце заходит за горизонт. Это место выглядит спокойно и безопасно. Но вскоре Сьюзан находит туннель с заброшенными машинами, где в фургоне скорой помощи находит свой труп. С этого момента окружение меняется. Она видит разруху, подвешенный труп, мертвых животных. В конце пути она находит ворота, которые ведут к одному домику. Там героиню встречает старушка. Она сообщает, что уже очень давно ожидает Сьюзан и знает, насколько тяжелой была ее жизнь. Что это за место? Ад или чистилище? А данная женщина это смерть или сам дьявол? Сама же старушка предпочитает имя королевы червей. И она предлагает Сьюзан пройти внутрь домика. Незнакомка говорит Сьюзан, что она уже очень давно следит за ней и всегда была рядом. Она видела все страдания бедной женщины и готова предложить ей уникальную сделку. Она готова вернуть Сьюзан в мир живых, изменить ее жизнь и помочь ей обрести счастье. Взамен королева червей просит, чтобы героиня стала ее ангелом возмездия. Дело в том, что в мире живых героиня встретит пять людей, паразитов, которые хотят навредить ей, испортить ей жизнь и даже убить. Они могут показаться хорошими и заботливыми, но их настоящее намерение коварное и жестокое. Сьюзан должна покарать их и выполнив просьбу королевы червей, героиня обретет свое счастье. Старушка дарует героине бессмертие, пока она не исполнит свое предназначение. Как иронично, человек, который покончил с собой, получает дар бессмертия. Поначалу Сьюзан не спешит принимать данную сделку, но королева червей решает ей кое-что показать. Они приходят в одно место, где героиня буквально распята. Старушка сообщает, что смерть это не конец и страдания продолжатся. У игрока появляется выбор, принять предложение королевы червей или отказаться и сделать все по-своему. Выборы в The Cat Lady очень важны, так как некоторые очень сильно влияют на финал истории. В конце я обязательно расскажу вам про последствия каждого выбора и мы подробно разберем каждый. Если согласиться, персонажи возвращаются в дом и королева червей говорит, чтобы покинуть ее королевство, нужно принести две жертвы. Жертва души и крови. Она просит Сьюзан задуть одну из свечек, который находится рядом. Можно выбрать любую, так как результат будет один и тот же. Прямо как в моменте с летальной имъекцией из Downfall. Рэм просто хотел вас удивить последствиям вашего действия. После того, как Сьюзан задула свечку, умер один человек. В этом и заключается жертва души. Ранее следуя местности, игрок смог найти ключ от одного небольшого сарая. Зайдя внутрь, мы видим большую машину, которая не работает. Рядом есть отверстие и надпись, что внутри находится кнопка запуска. Просунув внутрь руку, героиня приносит жертву крови. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Которая идеально передает атмосферу некоторых эпизодов Про эту группу я расскажу вам больше чуть позже Вступление игры выполнено просто великолепно Все начинается очень грустно Нам хочется узнать, почему же это произошло И что привело героиню к суициду Как неожиданно ей дается второй шанс Но кошатница скрывает себе гораздо больше Чем может показаться на первый взгляд Я уже упомянул, что проект охватывает серьезные темы Главной из которых является депрессия И депрессия не в стиле У меня был плохой день, неделя или месяц И мне очень грустно А реальная депрессия, такое сильное психологическое состояние Которое может довести человека до самоубийства Далее увидите много жестоких и кровавых сцен Но если копнуть глубже То станет понятно, что Рэм Микальский Решил показать нам реальные человеческие проблемы И страдания А также, как они влияют на повседневную жизнь Первая глава знакомит нас с главной героиней По имени Сьюзан, которой за 40 лет Она живет одна в двухкомнатной квартире В старом доме Нет детей, она не общительна Соседи считают ее странной Так как к ней приходят бездомные кошки со всей округи Так она и получила прозвище Кошатница И по каким-то причинам она решила совершить самоубийство Но сверхъестественным образом ей дается второй шанс на жизнь И возможность стать счастливой Правда за это нужно бороться Интригующее начало, не правда ли? Вторая глава начинается с того, что Сьюзан просыпается в больничной койке Около нее находится молодая медсестра по имени Лис Которая ухаживает за ней и пытается взбодрить Рассказывая разные истории Героиня находится в отделении для суицидников И она не может покинуть это место Пока ей не станет лучше А самое главное, пока ее психологическое состояние Не проверит главврач данного отделения В основном этот эпизод завязан на диалогах И позволяет игроку узнать больше о жизни Сьюзан Все начинается с диалога с доктором В котором мы можем построить прошлое Сьюзан под себя Доктор задает вопросы о детстве Жила ли она с папой или мамой Где работала или работает Можно выбрать что угодно Данный момент нужен лишь для того, чтобы мы сами выбрали некоторые элементы из жизни Сьюзан Это никак не влияет на сюжет Просто лично мои родители развелись, когда я был маленький И поэтому я сразу же переживаю персонажа или человеку, который рос без одного из родителей Сьюзан пытается покинуть больницу Но ее останавливают охранники И говорят, что без разрешения главного доктора уйти невозможно В коридоре рядом с ее палатой она знакомится с девушкой по имени Ан Ан тоже пыталась покончить с собой Но это было давно Сейчас у нее проблемы с психикой Поэтому она добровольно пришла в это место С целью получения помощи Так как она пришла сюда по своей воле То она может также и покинуть больницу без разрешения Сьюзан решает, что ей нужно получить карту с данными Анны И ее браслет Охранники ничего не поймут Так как им наплевать Да и сами женщины немного похожи Но есть небольшая проблема Анна не хочет разговаривать со Сьюзан Анна спрашивает, если это ее мама послала Сьюзан проверить дочку Естественно, героиня пытается соврать Но женщине нужно доказательство в виде имени матери Решение весьма необычно Если пойти в уборную и включить горячую воду При этом ранее заблокировав слив То в зеркале мы увидим часть имени Чтобы получить другую половину Нужно засорить туалет А когда придет медсестра Сказать, что Сьюзан плохо Сотрудница больницы даст героине таблетки Мир замедлится и немного изменится Зато в зеркале в туалете Появится оставшаяся часть имени мамы Анны Проснувшись после этого Как эффект таблеток выветрился Сьюзан сообщает полное имя мамы Анны Шейла Героиня просит обменяться браслетами с именем Но взамен девушка просит об услуге Нужно найти красное лекарство Которое очень сильно помогает Анне Его также можно найти в другом мире Где в холле отделения будет огромное сердце Да, понимаю, эта задача весьма странная И я сам не знаю, что символизирует этот момент Теперь у героини есть все необходимое Чтобы покинуть отдел самоубийц И пытаясь выйти На ее пути появляется доктор Рикс Так его прозвала Лис Медсестра, которая в самом начале была в палате Сьюзан Действие переносится в кабинет доктора Который пытается узнать детали жизни героини И говорит ей, что его цель убедиться, что с ней все в порядке И помочь ей восстановить ее душевное состояние Последним вопросом доктор интересуется Что же произошло этой ночью в отделении Начинается флэшбэк В котором Лис прибегает поздно ночью в палату Сьюзан И говорит ей, что она нашла способ выбраться из больницы Она пытается помочь героине сбежать Но по пути им встречаются охранники Поэтому они быстро сворачивают И оказываются на крыше Неожиданно мисс Эшфорд видит Как молодая медсестра стоит на выступе И собирается спрыгнуть Лис говорит, что выхода нет И единственный способ сбежать отсюда Это прыгнуть вместе Первое, что пытается сделать героиня Это отговорить Лис от самоубийства На что девушка отвечает Что ее никто никогда не любил Не уважал, даже не слушал В самом начале главы Когда Лис находится в палате рядом со Сьюзан То она рассказывает истории своей жизни Как ее бросил парень в день Святого Валентина Как ее соседка работает стриптизершей И как она однажды видела Как сгорел заживо один пациент Главная героиня уверяет Что слушала Лис И она является хорошей медсестрой Да, немного болтливой Но все же хорошим человеком Лис решает проверить Сьюзан Где задает серию вопросов Если ответить на них правильно То Лис поблагодарит героиню И скажет, что она обязательно ей поможет После чего спрыгнет Если же ответить неправильно То она назовет Сьюзан лгунией И прыгнет Спасти ее никак нельзя Но данный момент очень важен Для получения одной из концовок Доктор говорит, что все это был всего лишь сон Так как с Лис все в порядке И она находится внизу Он завез Сьюзан с собой Но неожиданно события приобретают Кровавый поворот Сьюзан с собой Сьюзан с собой I feel like I really got to know you though I'm very sorry you've had such a difficult life I like your green eyes And your sleek cheekbones You're a clever girl, Susan But the sadness has poisoned you for too long There is no coming back from it For what it's worth I would have let you go If it wasn't for Liz Героиня оказывается в другом мире Где с ней начинает говорить Ворон Он сообщает, что он может помочь ей выбраться отсюда Правда, ей сначала нужно решить одну загадку Если она решит ее правильно То получит некий приз Загадка заключается в том Что нужно выбрать правильную дверь Перед игроком есть две двери И каждую храняет одна кукла Одна кукла всегда врет А другая всегда говорит правду Сьюзан может задать всего лишь один вопрос Одной из кукол Чтобы принять окончательное решение Чтобы правильно выбрать дверь Нужно задать вопрос одной из кукол Какую бы дверь выбрала другая кукла И после этого войти в противоположную Внутри на столе находится букет цветов И Сьюзан говорит, что ненавидит цветы Это тоже важный элемент истории Но про него позже В любом случае, мисс Эшфорд оказывается в домике Королевой червей Где ей нужно задуть одну из свечек Одна жизнь взамен на жизнь Сьюзан Она приходит в себя в темном подвале Полностью в крови А рядом трупы девушек Она доверилась доктору Раскрыла ее проблемы и чувства А он хладнокровно убил ее Оказывается, королева червей права Сьюзан действительно бессмертна Чего нельзя сказать о докторе Икс Выйдя из комнаты, героиня видит ужасные вещи Доктор это маньяк, который убивает женщин И с помощью трупов воссоздает знаменитые картины Зрелище действительно ужасное Но страшнее всего тот факт Что доктор крайне умен и хитер Он глава отделения суицидников Когда он пытался узнать о жизни героини Он не старался ей помочь А просто узнавал, будут ли ее искать Есть ли у нее родственники и прочее Он выбирает беззащитных И никому не нужных пациентов И убивает их Исследуя подвал Сьюзан находит закрытый выход из этого места Рядом к стене прибита лис Там медсестра, которая была с героиней в палате И якобы прыгнула с крыши Она уже давно мертва И видимо ее призрак И видела героиня Если в моменте на крыше мы убедили лис Что слушали ее То рядом с ней будет ключ Тот самый подарок О котором она сказала напоследок Этот ключ открывает выход У игрока появляется выбор Покинуть это место Или же вернуться и убить доктора Ведь из подвала доносятся крики Очередная жертва Очень скоро превратится в картину Безумного артиста Исследуя данную локацию Можно найти множество вещей Из которых можно создать оружие Например булаву или копье Собрав одно из них На верстаке Сьюзан расправляется С первым паразитом Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом заканчивается вторая глава И давайте рассмотрим ее В плане сюжета тут все понятно Подтверждается бессмертие героини Встреча с первым паразитом Мы немного узнали о прошлом Сьюзан Все это крайне интересно Помните я сказал, что главной темой игры Является депрессия, ее различные формы И влияние на жизнь людей Так вот, здесь идеально показано безразличие Беспомощность медицинского персонала Начнем с самого отделения Оно блеклое, печальное Персонал не пытается помочь Сьюзан А просто пичкает ее таблетками Доктор Икс копается в голове И чувствах героини И решает для себя, что она не нужна И общество ничего не потеряет, если она исчезнет Ведь именно так иногда и обращаются С теми людьми, которые предприняли попытку самоубийства Их видят как второй сорт людей Которые нужно контролировать А что они могут поделать? Как им защитить себя? Ведь даже если они попытаются рассказать Про унижение или свои проблемы То их вряд ли кто-то послушает Так как они навсегда будут запятнаны меткой Самоубийца-неудачник На это даже намекает сама игра Когда Сьюзан пытается покинуть подвал Доктора Икс Она говорит, кто меня выслушает Если я отправлюсь в полицию Меня держали в отделении для самоубийц А он квалифицированный доктор Кому они поверят? Конечно, я преувеличиваю Многие специалисты реально способны помочь В таких деликатных ситуациях Но в некоторых местах медицина все еще не способна Помочь людям Которые находятся в глубокой депрессии Или которые пытались покончить с собой А ведь на самом деле Первая помощь, которую может оказать каждый из нас Это просто слушать Слушать не сидя в телефоне Или смотря на что-то совсем другое А реально выслушать человека Не нужно пытаться помочь Давать советы Или исправлять ситуацию самому Порой таким людям просто важно знать Что они не безразличны Этот момент идеально передан В ситуации слиз на крыше Я прекрасно помню Как играя в первый раз Я скипал многие диалоги Ведь мне реально было пофиг На то, кто и когда ее бросил Я хотел видеть мясо И в итоге Мое безразличие Привело человека к такому концу Нереального А всего лишь выдуманного Конечно же Но теперь я осознаю Всю важность данного эпизода Вообще геймплей The Cat Lady Можно разделить на две части Классическая адвенчура Где мы ищем предметы И применяем их в разных местах И социальные загадки Да, звучит тупо Но я не смог придумать Ничего более оригинального В игре просто огромное количество текста Вам придется много читать Нежели ходить и взаимодействовать с миром Но именно в социальных загадках И кроется истинный смысл игры Лучше всего это показывает Третья глава Это самый короткий эпизод Но у него есть своя уникальная механика После всего этого ужаса Сьюзан возвращается домой И просто хочет расслабиться У нас появляются два индикатора Шкала стресса и спокойствия Героиня хочет принять душ Перекусить Выпить кофе Увидеть своих кошек Все это дарит ей душевное спокойствие Но также есть и вещи Которые могут вызвать стресс Если не прочитать инструкцию По приготовлению гамбургера То он сгорит Если выбрать неправильно молоко То кофе получится ужасным Некоторые вещи в квартире Могут напомнить героине о прошлом И опечалить ее Геймплейно нам просто нужно Находить предметы Применять их И на этом все Чтобы позвать кошек В свою квартиру Сьюзан должна сыграть на пианино Это разбудит соседа Который придет высказать свое негодование А также бросит пару неприятных комментариев В сторону мисс Эшворд У этого эпизода два финала Первый это психический срыв Когда шкала стресса заполнится То мы увидим вот такую сцену Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А если заполнится шкала спокойствия То Сьюзан сможет отдохнуть И хорошо выспаться Я уже сказал, что эпизод весьма короткий И у многих он вызвал вопросы и негодование Давным-давно я тоже был среди этих людей Но сейчас, когда я перепрошел игру в третий раз Я смог понять скрытый смысл И он меня приятно шокировал Третья глава показывает Как тяжело приходится людям Которые находятся в депрессии Что даже обычный день Может оказаться самым настоящим сражением За счастье и спокойствие Иногда, когда человек переживает тяжелые времена Даже самая простая мелочь Может стать и спасением, и раздражителем Например, обычные привычки Вроде выкрыть сигарету с кофе Принять теплую ванну после работы Все эти вещи, которые многие из нас делают каждый день Но для некоторых это мелочи Которые дарят им спокойствие и уют Представьте, что у вас испортилось молоко И вы не смогли разбавить кофе Что вы не смогли правильно разогреть еду в микроволновке Сильно ли вы расстроитесь? Безусловно, вы потратили время Но лично я бы не сильно из-за этого переживал А вот людям, которые морально подавлены Даже такие мелочи могут еще сильнее усугубить ситуацию Самое гениальное в этой главе Это что играя в первый раз Вы никак не можете знать Что может послужить триггером стресса Чтобы пройти эту главу с хорошим финалом Вы должны запомнить Какие вещи нельзя трогать или осматривать В какой последовательности выполнить некоторые действия Звучит тупо И такой стиль игры не совсем увлекательен Но он идеально раскрывает идею Морально подавленные люди буквально каждый день Сражаются за свое душевное спокойствие и счастье Недавно я смотрел эпизод Kitchen Nightmares Знаете, шоу с Гордоном Рамзи Известным шефом, который пытается помочь ужасным ресторанам И вот в одном эпизоде В меню был обычный гамбургер Поначалу все шло хорошо Но потом на кухне закончились булки И хозяин решил просто схалтурить И приказал использовать как основу обычный хлеб Ужасное решение владельца Но интересно следующее Камера показывает женщину, которая начинает плакать Гордон спрашивает у нее Почему она плачет, на что она отвечает Что просто хотела провести вечер в компании друзей И скушать гамбургер Видя такую реакцию, я просто удивился Мол, да ладно, владелец, конечно же, полный ублюдок Но я бы не стал плакать из-за этого Но теперь я осознаю, что возможно У этой бедной женщины была тяжелая жизнь Возможно, ей не очень везло в последнее время И она сильно грустила И вот она решила развеяться Просто покушать со своими друзьями И даже тут ее ждало разочарование Я ни в коем случае не говорю Что все мною описанное является правдой Я просто хочу сказать Что мы никак не можем знать Как себя чувствуют другие люди И даже обычные мелочи На которые мы не обращаем внимания Для других могут быть единственными Приятными вещами в жизни Стanding by the river I wonder Do I need a stone? No My heart is heavy enough It will drag me down for sure Standing by the river I smile Will I miss it all? No I'll be glad to leave it behind And never come back Standing by the river I close my eyes One jump And I'm there No Someone jumped after me He will never be my friend Четвертый эпизод начинается с того Как кто-то стучит в дверь квартиры Сьюзан На пороге оказывается молодая девушка Ее зовут Митси Хант И она спрашивает Как Сьюзан себя чувствует Оказывается именно она вызвала скорую помощь Когда Сьюзан пыталась убить себя Митси пришла к мисс Эшрут по объявлению о съеме комнаты Но когда она стучала в дверь Никто ей не ответил И она слышала шум кошек внутри квартиры Она почувствовала, что что-то не так И имея набор отмычек, которые достались ей от отца ключника Она попала внутрь и увидела произошедшее Она назвалась дочерью Сьюзан Чтобы не вызывать лишних вопросов Но прибыв в больницу быстро ушла, чтобы ее не оставили для допроса Митси все еще хочет снять комнату, но героиня не торопится соглашаться Дело в том, что доступная комната в плохом состоянии Сам дом скорее развалится, чем стоит Зачем такой молодой девушке сдалось это место? Митси признается, что ей это место подходит И она прибыла сюда с целью разыскать одного человека Она не знает, как он выглядит Но она точно знает, что он находится в здании После небольшого диалога Сьюзан почти соглашается на сделку Но неожиданно она видит королеву червей Что ты говоришь, Мисс Ашworth? Я надеюсь, что ты не поменешь вашу голову об этом Мисс Ашworth? Что случилось? Ты все-таки? Ты все-таки? Иди! Ты готов! Это надо удачить, сейчас! Но? Почему? Мисс Ашworth, что это不好? Это правда? М verliernde, теперь Никому Возвращarel все, я хочу,aving вас для тебя Вы обещаете сейчас Вы, аогопатист pas,ive-je gie Tenemos нежные наверх Если другое, какой или ч El angerly будет работать Вы��고ierzайте так, чтувравляю вас Поехали. Я был бы счастливым раньше, когда ты пришел. Я у меня кот, я у меня... Я... Просто не уйдите меня! Что? Ты не дарь? Я не могу понять, что это не лучший place для тебя! Где я буду идти? Это поздно, и это дождь с дождем. Я не дам где ты идешь. Ты можешь вернуться в ту же ледную станцию, Я знаю, что ты был одним из них. Я знал! Что ты говоришь? Слушай, просто расслабляйся. Все нормально. Но почему ты? Почему ты хочешь сделать это для меня? Ты у меня нет причин! Я не буду делать что-то, все? Я просто хочу сделать что-то. Ничего еще, я помню. Я даже скажу, что я не помню. Я не буду делать что-то. Пожалуйста, расскажи мне что-то произошло. Я немного confused здесь. Тогда... Может быть... Нет. 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 Ты умер. Я знаю. Героиня паникует и думает, что Митси хочет убить ее, ведь они даже не знакомы и у нее не может быть на это причин. Митси уверяет, что действительно пришла сюда по объявлению и не желает героине зла. Тогда Сьюзан понимает, что если Митси не хочет причинить ей вреда, тогда что-то ужасное случится с самой девушкой. Митси подтверждает это, так как у нее рак и у нее осталось буквально полгода. Данная глава разделена на две части. С одной стороны мы наблюдаем знакомство двух женщин, а с другой мы видим, как Сьюзан находится в заточении у неизвестных. Мисс Эйшворт прикована к столу, а неизвестный мужчина заигрывает с ней и явно собирается изнасиловать. Его останавливает супруга, который выгоняет похотливого муженька из помещения и говорит героине, что невежливо уводить мужа из семьи. Безумная женщина обещает, что Сьюзан не разрушит их брак и выливает на лицо героине отбеливатель. Сьюзан жива, но ее лицо становится ужасно изуродованным и она теряет зрение. После всего этого возвращается мужчина и увидев бедную Сьюзан говорит, что хочет ей помочь. Он оставляет заряженный револьвер, чтобы она смогла покончить со страданиями, если только сможет взять его. В этот момент под управление игрока попадет код, с помощью которого нужно найти ключ от наручников и передать его Сьюзан. Освободившись и ничего не видя, она нащупывает револьвер и убивает себя. На экране появляется большая надпись «Вы мертвы» и я даже удивился, так как подумал, что реально сфейлил. Но нет, это просто такой постер, который повесила в комнате Митси. Девушка предлагает Сьюзан поболтать за бокалом вина и узнать друг друга поближе. В этом моменте Митси рассказывает о своей жизни и о причине, которая привела ее в это место. У нее был парень по имени Джек. Они познакомились еще в детстве и сразу же влюбились друг в друга. Повзрослев, они собирались жениться, но Митси узнала, что у нее рак и она скоро умрет. Поначалу Джек не верил ей, думал, что это всего лишь плохая шутка. Но когда он осознал, что его любимая не шутит, он сорвался с катушек. Он устроил огромный скандал, ломал вещи, он был в такой ярости и полностью отрисал правду. Успокоившись, он умолял Митси пройти химиотерапию, но она отказалась, так как это бы все равно ей не помогло, и она хотела прожить последние дни, не прикованная к больничной койке. Митси видела, как болезнь разрушает не только ее саму, но также и Джека. Он стал одержим смертью и однажды нашел форум для самоубийц. На сайте многие пытались поддерживать друг друга и пытаться отговорить от роковой ошибки других людей. Но среди всех там был самый настоящий ангел смерти, пользователь по имени Глаз Адама. Он наоборот подсказывал другим, как эффективнее всего лишить себя жизни. От него Джек узнал о неком Газе, который не вызывает боли, вдохнув который человек просто засыпает и больше не просыпается. Он решает, что если дни Митси сочтены, то ему незачем жить и пытается уговорить ее совершить совместный суицид. Митси категорически отказывается, но ее любимый настаивает. В один день он сообщает ей место и время для последней встречи и говорит, что он сделает это один или с Митси. Девушка не могла поверить в это, но в назначенный день жутко испугалась и побежала на одну заброшенную парковку, то место, где двое проводили много времени наедине, но, к сожалению, она опоздала. Девушка придет русскать наверное в��, а, у вас, он здесь не п После потери любимого человека Митси решила разыскать и отомстить гладящимそれでは Вообще, вся эта история весьма печальна, и вы не представляете, насколько потрясающий разговор между Сьюзан и Митси. В голосах чувствуются эмоции, я буквально забыл, что это видеоигра, а не реальная история. После этого действие снова переносится в дом, где заперта Сьюзан. Наверняка у вас появился вопрос, а кто же ее похитил и зачем? В конце третьей главы, когда к Сьюзан пришел жаловаться сосед, он пригрозился, что вызовет службу по поимке бездомных животных. Он позвонил в местную службу, дал описание Сьюзан и рассказал про проблему с кошками, которая постоянно находится в здании. Но мужчина, который приехал на вызов, был не очень-то и заинтересован в бездомных кошках, ему очень понравилось описание Сьюзан. Поэтому он похищает ее, чтобы изнасиловать и убить. Героиня бессмертна, и она приходит в себя в том же подвале, где до этого убила себя из револьвера. В этом отрывке на передний план выступает квестовая часть игры. У игрока есть цель – убить двух паразитов, которые хотели навредить героине. Мы видим, что мужчина спит в подвале, но его нельзя атаковать, так как у него в руках дробовик. А в небольшом сарае за домом находится его жена, которая убивает Сьюзан при первом виде. Мисс Эшфорд вспоминает историю Митси о газе, который способен быстро убить человека. Сломав окно фургона, она находит мобильник, но не помнит своего домашнего номера. Отыскав его в телефонном справочнике в библиотеке, она дозванивается до Митси и узнает, что для создания ядовитого газа нужен отбеливатель и пестициды. Отбеливатель можно найти в самом доме, а вот пестициды находятся в той сторожке, где находится супруга маньяка. Ее можно выманить, используя мобильник и позвонив на домашний номер безумной пары. Интересный факт – это единственный эпизод, где появляется полноценный враг. Если не успеть спрятаться вовремя, то женщина убьет Сьюзан, когда увидит ее. Спрятавшись под столом и быстро пробравшись в сторожку, героиня получает все необходимое для создания ядовитого газа и после всего этого расправляется с очередными паразитами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В их судьбах царит смерть, каким-то образом они обе борются за жизнь. Пятая глава начинается с возвращения героини домой. Прошло несколько дней после похищения Сьюзан, и Митси, видя через что прошла ее новая подруга, решает ее взбодрить, а также укрепить их дружбу. Она готовит Сьюзан завтрак, что уже давно никто для нее не делал. Митси показывает героине, как пользоваться ноутбуком, и создает ей профиль в социальной сети. Мисс Эшворд не особо этому рада, так как у нее уже не осталось друзей, но Митси отправляет ей заявку и говорит, что она станет первой подругой в данной сети. Несмотря на все невзгоды, они смогли на некоторое время забыть о проблемах и просто насладиться жизнью. Мы помним, что Митси прибыла сюда с целью. Она просит Сьюзан помочь ей в составлении плана дома и действий. Героине рассказывает, что всего в здании 8 квартир. Тут живет одинокий старик, молодой парень, мать-одиночка, женщина с собакой. Одна квартира пустует, а в другой живет молодая пара, придурок-сосед, тот мужчина, который приходил наорать на Сьюзан за игру на пианино посреди ночи. Девушки собираются начать свое небольшое расследование. Как неожиданно, кто-то начинает стучать в дверь квартиры. Героиня снова умирает и попадает в загробный мир. Она оказывается в своей квартире, правда стены здесь сделаны полностью из людских черепов. Найдя булаву, с помощью которой можно пробить стену, Сьюзан оказывается в домике, королевы червей, где ей снова нужно задуть одну свечку. Одна жизнь взамен на другую. Чтобы выбраться из этого мира, нужно решить две задачки. В конце причала есть лифт, который начнет движение, только если в нем находятся два человека. Одна комната закрыта, и на ней висит замок, для открытия которого нужно подобрать правильную комбинацию. Решение загадки весьма интересно. Нужно внимательно выбрать ракурс, чтобы объекты на заднем фоне соединились с цифрой. Попав в новую комнату, Сьюзан должна провести свою копию до конца коридора, используя правильные рычаги. Вместе со своим клоном, она входит в лифт, который начинает движение в самый низ. Героиня возвращается в мир живых, и понимает, что она находится в ванне своей квартиры, где незнакомец полностью замотал ее и Митси клейкой лентой. Персонажи пытаются выбраться, но понимают, что они совершенно беспомощны. Чего же хочет незнакомец? Просто убить их или сначала позабавиться? Почему именно мисс Эшворт? Она вспоминает самый трагичный эпизод, который навсегда изменил ее жизнь. Десять лет назад она была жената на мужчине по имени Эрик. У них родилась дочка, которую назвали Зои. Сьюзан находилась в декретном отпуске и заботилась о малютке, а Эрик работал таксистом. Его часто не было дома. Так как деньги были нужны, муж даже работал в выходные, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Однажды Сьюзан увидел другой мужчина, который сразу же влюбился в нее. После многочисленных телефонных разговоров, они отправились на ужин, но героиня поняла, что она совершила ошибку. Но поклонник решил не сдаваться. Он знал, что Эрик постоянно работает, и когда мужа не было дома, звонил Сьюзан. Однажды он прислал ей огромный букет цветов в знак своей любви. Героиня не могла просто так их выкинуть, ей нравились цветы. Поэтому, чтобы не вызвать подозрения со стороны мужа, она поставила в комнате малышки Зои, придумав историю, что это подарок о подруге в честь рождения дочки. В тот роковой день, когда Эрик вернулся домой, он был крайне зол. По его словам, он устал, что когда приходит домой, его не ждет уже готовый обед, что жена совсем забыла про него и всегда рядом с дочкой. Он говорит, что у них очень давно не было секса, даже поцелуев. Супруг обвиняет Сьюзан в том, что она ленива и живет полностью у него на шее. Изначально недовольные комментарии перерастают в спор. Спор в скандал. Во всем этом, героиня забыла, что оставила окно комнаты, где находится Зои, открытым. Сдави в эту шуку черную карту, что у меня забыла все про broke. Ой, я взялся с ней. С лём. С лёгой 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 лёгой. Вот там, на ее доме. Она была нравственной аллергии к солюмам. Но мы не могли бы узнать, как это было. Как думали-這樣, это была очень интересная. Она началась кратиться, и мудреться. Оказывается, у малышки был редкий вид аллергии на пыльцу цветов. И когда снаружи началась буря, то вы можете представить, что произошло. Сьюзан была морально сломлена, и они несколько дней не говорили с мужем, а потом он и вовсе ушел из дома и больше не вернулся. Его тело нашли в лесу, а причиной смерти стало отравление алкоголем. Сьюзан не сразу смогла опознать его, так как труп был в очень плохом состоянии. В это время в ванну заходит незнакомец и забирает Митси. После этого он освобождает Сьюзан. Героиня видит, как мужчина поставил Митси на табуретку и просунул ее голову в приготовленную петлю. Он собирается убить ее, но сначала указывает Сьюзан на пианино. Да, этот убийца скорее всего и является бывшим поклонником Сьюзан, правда она признается, что все это было так давно, что она не помнит его лица. Он не говорит, только издает звуки. Героиня начинает играть, но если вы помните третью главу, то вы знаете, что на звук приходят местные коты и кошки. Чуя беду, они нападают на обидчика и начинают есть его заживо, а Сьюзан быстро высвобождает Митси из петли. На этом заканчивается пятая глава. Этот эпизод является моим самым любимым. Не потому, что мы узнали о прошлом героине и по каким причинам ее жизнь пошла наперекосяк, но и потому, какие идеальные образы персонажей смог придумать рэм. Если посмотреть на содержание главы поверхностно, то мы увидим легкий флирт, ссору с мужем и трагичную смерть дочки. Но если копнуть глубже, то эта печальная ситуация окажется еще страшнее. Давайте изучим подробнее Эрика, а точнее его характер. Он очень зол, считает, что его проблемы связаны с ленью Сьюзан. Он считает себя хозяином дома и что его воля закон. Возможно, когда-то они были счастливы, но из-за своего комплекса мужика Эрик потерял чувство понимания и сострадания. Сьюзан пытается объяснить ему, что ухаживать за маленькой дочкой это довольно сложно, и она попросту может не успеть приготовить ужин или будет слишком устала, чтобы заняться любовью с супругом. Эрик не желает этого слышать и просто требует. Это пример токсичных отношений, когда одна сторона пытается полностью починить другую. В диалоге с Эриком, неважно, какую реплику вы выберете, исход будет один и тот же. Если попытаться извиниться и надавить на усталость, то он просто скажет, что всегда был прав в своих догадках и мыслях. Если же ответить ему грубо, то он еще сильнее разозлится. В любом случае договориться с ним никак нельзя. Эрик в этой главе тоже паразит, он медленно отравлял жизнь Сьюзан. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь персонажи в виде игры и такое развитие событий не изменить, но я был удивлен, как Рэм смог раскрыть поведение таких людей. Я сейчас говорю по опыту, так как в моей жизни было нечто подобное. Я пытался угодить человеку, данная персона постоянно была чем-то недовольна и в какой-то момент я просто морально потерялся. В итоге все равно эти отношения прекратились и теперь я думаю, как жаль, что я не смог разорвать их сам гораздо раньше. Извините за простоту выражения, но просто не ведитесь на поводу токсичных людей. Вам может показаться, что вы должны терпеть, что если вы выполните требования, то вам станет лучше, но нет, не станет. Если люди любят и уважают друг друга, то всегда можно найти решение и компромисс. Отношения это не бизнес-сделка, где вы даете что-то и получаете другое взамен. В первую очередь это умение понимать ваших друзей, любимых и близких, помогать и поддерживать их, не требуя что-то взамен. Несмотря на похищение и атаку в собственной квартире, Сьюзан и Митси решают разыскать глаз Адама, так как время Митси на исходе. У игрока появляется новая возможность попросить Митси взломать замки. План заключается в следующем. Где-то в одной из восьми квартир находится тот человек, который по сути убил любимого Митси. Квартира Сьюзан сразу же исключается, да и к тому же она не может быть глазом Адама, так как у нее нет компьютера, а убийца постоянно находится онлайн. На первом этаже Митси открывает пустую квартиру, чтобы точно удостовериться, что там никого нет. Хозяева покинули это место уже очень давно, да и кто бы захотел остаться в старом доме, где даже вместо вывески улицы Хеллен Род остались только первые три буквы Хел, то есть Адская Дорога, да и соседи еще те персонажи. Квартира в ужасном состоянии, единственное что оставили старые хозяева, это большой диван в коридоре, на котором постоянно находятся кошки. В прихожей здании героиня встречает хозяйку квартиры, которая живет напротив. Это старая вредная женщина, которая не очень любит Сьюзан, так как ее кошки постоянно провоцируют ее пса. Девушки решают, что старуху нужно как-то отвлечь, чтобы Митси смогла пробраться в ее квартиру. Диван в коридоре выглядит очень подозрительно, почему именно на нем постоянно находятся кошки. В фойе ранее упала ваза и, взяв оттуда осколок стекла, Сьюзан разрезает часть дивана. Оказывается, соседи ненавидели старуху и ее пса, поэтому спрятали в диване валерьянку, эдакий прощальный подарок. Героиня вымачивает небольшую тряпку валерьянки и кладет ее около входа в квартиру. Естественно, на это место прибегают кошки, а пес, слыша происходящее снаружи, начинает громко лаять. Сьюзан жалуется на шум хозяйки собаки и старуха отправляется проведать своего питомца. Как только открывается дверь, пес сразу же выбегает и начинает погоню за кошками. Пока хозяйка пытается поймать своего пса, Митси проверяет ее квартиру и не находит ничего подозрительного. В одной из квартир на третьем этаже проживает одинокий старик и, чтобы выбить из него какую-нибудь информацию, Митси решает притвориться агентом, который собирает сведения о качестве интернет-соединения. Пожилой мужчина плохо слышит, говорит, что он живет один и у него нет никакого интернета или компьютера, да и просто хочет, чтобы его оставили в покое. Видя, в каком состоянии находится пожилой мужчина, героини вычеркивают его из списка подозреваемых. На четвертом этаже в одной из двух квартир проживает молодая мать-одиночка. Сьюзен даже отмечает, что она, возможно, является единственным хорошим человеком в данном доме, так как постоянно здоровается и интересуется жизнью мисс Эшворд. Понятное дело, просто так в квартиру не попасть, так как мама вместе с ребенком находится дома. Девушки взламывают почтовый ящик Паулин, так зовут женщину с ребенком, и находят там письмо, в котором сообщается, что к ней сегодня на собеседование придет профессиональная няня. Митси решает притвориться этой самой няней. Они придумывают историю, что Сьюзен это тетя Митси, и она рассказала ей о Паулин, которая нужна помощь с ребенком. Митси говорит, что учеба сейчас дорога, да и опыт работы нужен, поэтому почему бы не помочь молодой маме-одиночке и при этом заработать. Паулин приглашает пройти внутрь, но Сьюзен не торопится этого делать. Она просто не хочет видеть детей, так как это напоминает ей о потере дочки. Но Митси настаивает и говорит, что она вообще не знает ничего о детях, и просит Сьюзен выманить Паулин из квартиры, чтобы она смогла обыскать ее. Пока Митси отвлекает девушку, раздается стук у дверь. Сьюзен видит женщину, которую послали на собеседование к Паулин, чтобы предоставить услуги няне. Сьюзен выкручивается и говорит, что эта услуга уже не понадобится и провожает незваного гостя. Через несколько минут эта няня снова вернется, говоря, что скорее всего произошла ошибка, но героиня не теряется и находит способ опять избавиться от нее. Дисциплина, технические и повышения. Также я знаю для хорошего хирурга, хорошего хирурга и только один раз раз в 5 минуте. Используясь в рест-рум. Паулин, я не нужна. Паулин, я не нужна. Паулин, я решила, что я дуне. Паулин, я решила, что я дуне. Паулин, я не могу. В квартире Паулин можно найти ножницы, с помощью которых нужно перерезать провода электросчетчика и на целом этаже выключится свет. Пока все вышли проверить, что происходит, Митси изучает ноутбук Паулин и убеждается, что глаз Адама это не она. Весь этот небольшой пазл заканчивается веселым и немного глупым моментом. Не надо поиграть. Да я смогу easily fix that. В эти электроскетчика в апреле оборудовании была самая старая нервная таблица. Не знаю, что это не только фузе-бук, это и смартфон. Я не могу. В этом году, но и ка- Митси, что было очень здорово. Ну, это было круто видит. Самый интересный в этой ситуации это страх Сьюзен. Она не хочет видеть маленького ребенка, так как это напоминает ей о собственной потере. Видя Паулин, она думает, как бы могла сложиться ее жизнь, если бы она была чуть сильнее. У Сьюзен был сложный муж. Она буквально жила в заперти и подчинялась воле супруга. Если бы она решилась и ушла от него, то да, ей бы пришлось нелегко, но она бы стала сильнее, счастливее и того трагического случая могло бы и не произойти. На этом же этаже в соседней квартире приживает мужчина, и из его жилища постоянно слышатся громкие звуки криков и выстрелов. Как только пропал свет, то он отправляется в магазин, чтобы купить новый кабель, а пока его нет, Митси взламывает замок и попадает внутрь. Она находит компьютер, который нельзя включить из-за отсутствия электричества. В подвале Сьюзен находит длинный кабель, и с его помощью они подключают ПК к розетке на первом этаже, благо окна находятся на одной стороне. Героини выясняют, что парень просто геймер и любит играть или громко слушать музыку. Осталось проверить лишь две квартиры. В одной живет тот мужчина, который приходил поздно ночью наорать на Сьюзен, а в другой проживает молодая пара Джо и Айви Дэвис. Да, это персонажи из первой игры Рэма, Даунфолл. Сьюзен знает, что Брайан, так зовут того мерзкого соседа, постоянно дома, и его нужно как-то выманить. Героиня знает, что он ненавидит кошек, поэтому она придумывает хитрый план – напугать его. Мисс Эшвард вспоминает местную легенду о кошачьей вдове, историю, которую Брайан точно знает. Легенда гласит, что в этих местах жил очень злой мужчина, который ненавидел кошек. Однажды он увидел на улице одну кошку с шестью котятами. Он поймал их, засунул в мешок и кинул в реку. Мама кошка изо всех сил старалась спасти свою семью. Из последних сил смогла выбраться из мешка, но, к сожалению, у нее не хватило сил спасти ее котят. Выброшись из воды, она видела, как течение уносит вдаль ее маленьких котят. В течение нескольких дней она шла по берегу, надеясь найти своих детей, но в итоге у нее закончились силы, и она остановилась. Поняв, что она уже никогда не увидит свою семью, мать кошка прыгнула в воду, чтобы умереть и воссоединиться со своей семьей. Но пока ее легкие заполнялись водой, в ней загорелось новое чувство – пламя мести. Умерев, она переродилась в кошачью вдову – молодую женщину с лицом мертвеца и кошачьими глазами. Она поклялась, что покарает всех убийц кошек и тех, кто желает причинить им вред. Сьюзен находит старое свадебное платье и с помощью углей в подвале делает наряд черным. В квартире молодого парня она забирает хоккейную маску и, имея все необходимое, Сьюзен и Митси начинают исполнение коварного плана. В этом моменте, как и во второй главе, игрок сам выбирает развитие событий. Исход будет один и тот же, но есть реально забавные моменты, вроде огромного кота-зомби в спальне Брайна. Суть в том, что Сьюзен переодевается, чтобы стать похожей на кошачью вдову и пробирается в квартиру Брайна. Пока Митси звонит в дверь и отвлекает его, Сьюзен запускает его механическую дорогу, оставляет надпись кота-убийца на двери и, когда Брайан максимально напуган, она появляется перед ним и он падает в обморок. Потом он определенно поймет, что все это проделки Сьюзен, но он слишком упрям и никому ничего не расскажет, так как ему стыдно признать тот факт, что его развели и напугали женщины. Митси осматривает компьютер Брайна и не находит там ничего подозрительного, кроме огромного количества порно. Остается проверить последнюю квартиру, жилище Джо и Айви Дэвис. Митси пытается вскрыть замок квартиры, но понимает, что он слишком сложен для нее, поэтому им нужно найти ключ. На первом этаже в пустой квартире на потолке есть огромная дыра, которая ведет прямиком в квартиру Джо. Девушки замечают, что на уступе находится некий предмет. Скинув его на пол, они видят, что это статуэтка кота, и внутри что-то находится. Сломав статуэтку, Сьюзен находит ключ от квартиры Джо и Айви. Зайдя внутрь, героиням сразу становится не по себе. На столе заплесневелая еда, пол сломан, а в одной из комнат на двери есть цифры 666. Митси видит ноутбук, но обнаруживает, что он полностью разрядился. Она говорит, что как раз кабель питания ее ноутбука подойдет, и поэтому отправляется взять его. Она просит Сьюзен остаться и проследить, если вдруг вернется хозяин квартиры. Героиня начинает чувствовать себя неуютно. Неожиданно звонит телефон, а подняв трубку, никто не отвечает. Сьюзен пытается выбраться, но входная дверь оказывается заперта, и вдобавок ломается ручка. С ее помощью она открывает дверь в ванную и видит еще более странные вещи. Не понимая, что здесь происходит, и пытаясь покинуть квартиру Джо, она встречается с хозяином. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 The door was open? The door was open? The door was open? The door was open, Joe. Are you there? Are you there? Никто никогда не придет, только Девил. Ты действительно меня удивляешь сейчас. Скажи все о Девиле. Я из этого. Возьмите сюда прямо сейчас, и дай мне эту лошадную ключ! Мисс Эшворд оказывается в неизвестном месте и, решив простенький пазл, оказывается в разрушенном номере отеля. Тут она видит Джо и спрашивает у него, умерли ли они. Джо говорит, что они находятся в отеле Тихая Гавань и что он бы никогда не убил ее. Он просит о помощи. Джо скажет ей, как покинуть данное место, но взамен Сьюзан должна помочь его жене Айви. Дело в том, что она находится в соседней комнате и уже почти неделю не ест и не выходит оттуда, так как считает себя уродиной. В комнате находится множество зеркал, а рядом есть панель управления. Нужно настроить зеркала таким образом, чтобы они указывали на Айви. Подсказки для решения этого пазла есть в соседней комнате. Решив задачку, Сьюзан видит отражение Айви, ее лицо изуродовано и скорее похоже на лицо трупа. Появляется Джо и говорит, что это не его жена, а монстр, который преследует его. Он просит героиню убить это существо, и если она не сделает этого, то он сам убьет Сьюзан. У игрока появляется выбор, убить Айви или отказаться. Если отказаться, то он выстрелит в Сьюзан, и она окажется в квартире Джо. Риана будет стоять Митси и скажет, что она буквально отошла на минуту, а Сьюзан как будто бы застыла на месте. Если же согласиться убить Айви, то Сьюзан получит от Джо провод и с его помощью начнет душить Айви. Действие переносится в квартиру Дэвисов, и игрок видит, как Сьюзан душит этим самым проводом Митси. Героиня извиняется перед своей подругой и говорит, что не знает, что на нее нашло. У нее было такое чувство, что она побывала в другом мире. Эти выборы никак не влияют на финал истории. Женщины понимают, что они вычеркнули из списка все квартиры, но до сих пор не узнали, где находится глаз Адама. Возвращаясь в квартиру Сьюзан, они обнаруживают на двери записку. В ней сообщается, что они должны прийти в квартиру номер 5 в полночь. Там их будет ждать глаз Адама. Героини не понимают, как это возможно, ведь в той квартире живет одинокий старик. Он не может быть убийцей парня Митси. Как бы то ни было, им остается только дождаться полночи, чтобы узнать всю правду. Шестая глава заканчивается очень интересной сценой. Продолжение следует... 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 Поэтому, если вам интересна душевная музыка, то я оставлю ссылку на его канал в описании. Крайне советую вам ознакомиться. Кстати, еще один интересный факт. Маньяк из 4 главы озвучивает Дэвид Фирс. Это один очень известный ютубер. Настало время последней 7 главы. В полночь Митси и Сьюзан отправляются в квартиру старика, где их ожидает глаз Адама. Пожилой мужчина рассказывает, что Адам – это его сын, и он постоянно находится в своей комнате. Уже много лет отец ухаживает за ним, и многие годы наблюдал за тем, как его сын страдает и портит жизнь другим людям. В квартире есть камеры, которые постоянно следят за всем происходящим. Адам подготовил ловушку для Сьюзан и Митси в собственной квартире. Он собирается выпустить опасный газ, тот самый, который убил парня Митси. Адам приказал своему папе купить противогаз, чтобы он мог выжить, но мужчина решает, что все это зашло слишком далеко, и он больше не собирается принимать участие в преступлениях сына. Отец считает, что Адам не посмеет убить его, и поэтому отдает противогаз героиням, но в этот же момент Адам выпускает смертельный газ. Старик умирает на месте, а у игрока появляется выбор – дать противогаз Митси или же использовать его на самой Сьюзан. Если надеть противогаз на Сьюзан, то Митси поблагодарит свою новую подругу за помощь и умрет. В ранее закрытой комнате Сьюзан встречается лицом к лицу с Адамом. Героиня не может поверить, что жизнь Митси, ее парня и многих других людей забрал именно Адам. Он полностью парализован и прикован к инвалидному креслу. Адам контролирует всего лишь один глаз, от этого и прозвище – Глаз Адама, и с его помощью он управляет виртуальной клавиатурой. Адам ненавидит жизнь, в особенности то, что он остался инвалидом на всю жизнь. Для него жизнь – это не просто испытание, а настоящее страдание. Он видит через экран, как многие люди живут счастливо и завидуют им, но еще сильнее он ненавидит тех, кто пытается убить себя. Он настолько озлоблен на этих людей, что дает им советы по самоубийству. Адам – это последний и самый главный паразит всей игры. В какой-то степени он содержит в себе все черты предыдущих паразитов. Он зол, ненавидит других, желает им смерти, наслаждается страданиями, и самое главное – он сам не ценит своей жизни. Он хочет умереть, но в процессе планирует забрать с собой как можно больше людей. Сьюзан замечает, как из одного из баллонов утекает газ, и у нас появляется выбор – убить Адама или оставить его в живых. Если выбрать месть, то Сьюзан выйдет из комнаты, зажжет сигарету и кинет ее в комнату со злодеем, в итоге чего происходит взрыв. Адам умирает, и в последней сцене мы видим Сьюзан, которая говорит, что последний день был очень плохим, но встретив Митси, она научилась снова радоваться жизни, и ее новая подруга научила ее бороться за счастье. Если же оставить Адама в живых, то героиня решит, что смерть – это слишком просто для него. Он ведь хочет прекратить свои страдания, а оставив его в живых, его муки продлятся. Его засунув в больницу, где у него не будет доступа к интернету, он убил своего отца, и других родных у него нет. Адам умрет в полном одиночестве, и никогда не сможет никому причинить вреда. Такая судьба будет для него хуже самой смерти. В эпилоге Сьюзан говорит, что постарается стать счастливой ради Митси, но в то же время задается вопросом, ведь она была бессмертна, стоило ли ей надевать противогаз, был ли способ спасти лучшую подругу. И он действительно был. В тот момент, когда девушки задыхаются газом, мы можем отдать противогаз Митси. Сьюзан умирает, и оказывается в мире королевы червей. Она говорит Сьюзан, что это их последняя встреча, и после нее героиня больше не будет бессмертной. Королева просит Сьюзан задуть очередную свечку, после чего она вернется в мир живых. У игрока появляется выбор, выполнить требования старухи или нет. И от данного решения меняется многое, но об этом очень скоро. Сьюзан приходит в себя и направляется в комнату Адама, где видит Митси с пистолетом в руках. Девушка собирается отомстить за смерть своего любимого, и у Сьюзан появляется выбор, позволить Митси убить Адама или все же отговорить ее. Если позволить Митси отомстить за Джека, то квартира взрывается, сама Митси Хант умирает, а Сьюзан отделывается легкими ранениями. Если же выбрать вариант отговорить ее, то Мисс Эшвард убеждает свою подругу, что хуже самой смерти будет оставить Адама жить, что он никогда больше не увидит интернета, его запрут в больнице, где он будет одинок и ничего не сможет сделать до конца своих дней. В эпилоге Сьюзан рассказывает, что несколько следующих месяцев были самыми лучшими в ее жизни. Она провела их в компании своей новой лучшей подруги. Героиня вспоминает последние недели, которые она провела вместе с Митси в больнице, и видела, как ее подруга прикована к больничной койке. Она наблюдала, как жизнь постепенно покидает Митси, но она успела принять эту судьбу и морально была к этому готова. Митси умерла от рака, но несмотря на свою болезнь, она научила Сьюзан бороться за жизнь и наслаждаться ее даже в самые последние мгновения. Сьюзан постоянно навещает могилу Митси и даже научилась пользоваться социальной сетью. Открыв свой профиль, она увидела, что первая заявка в друзья была от Митси. Постепенно Сьюзан нашла своих старых друзей и даже начала выходить вместе с ними. Постепенно жизнь начала налаживаться, и она обещает, что хоть ей все еще сложно, но постепенно она обретет счастье ради Митси и ради себя. Но есть еще одна секретная концовка, которая откроется только если выполнить несколько специальных условий. Золотую концовку, так она называется в игре, можно получить, если в самом начале не принять предложение Королевы Червей, а сказать ей, что вы сделаете все по-своему. Еще нужно отговорить Лис от суицида, разгадать загадку Ворона и позволить Сьюзан в третьей главе потерять душевное равновесие. В седьмой главе отдать противогаз Митси и не позволить ей убить Адама и не задувать последнюю свечку, когда Королева Червей требует этого. В этом случае в финальной сцене мы увидим, что Митси смогла победить Рак, и в итоге она и Сьюзан стали лучшими подругами. Хоть этот финал является самым счастливым, но сам Рэм считает каноном концовку, где Митси умирает, но не убивает Адама. Почему, спросите вы? Все мы хотим видеть хайпи-энд, но в реальности этого почти никогда не происходит. Митси подарила главной героиню волю к жизни, и несмотря на потерю новой подруги, Сьюзан переняла это стремление не сдаваться и бороться за свою судьбу. Как вы смогли заметить, The Cat Lady – это уникальное приключение. Это не просто кровавый мясной квест, а гораздо больше. Игра Рэма – это большая метафора на нашу жизнь и в частности на самую важную проблему – депрессию. Королева Червей – это далеко не смерть, а именно депрессивное состояние, которое терзало Сьюзан очень долгое время. В самом начале игры Королева Червей говорит «Я та, что расчесывала твои волосы, пока ты плакала. Я была с тобой в самые тяжелые времена и никогда не покидала тебя». Многие из вас могут поинтересоваться, а почему тогда Сьюзан стала бессмертной, и как ее депрессия смогла заполучить такие силы? Ответ очень прост. Кошатница, в первую очередь, компьютерная игра, и не все должно быть логически объяснено. Как я и сказал ранее, весь проект – это огромная метафора и анализ нашей жизни. Давайте я объясню подробнее. Как вы думаете, почему в золотой концовке нам нужно выполнить те действия, которые я перечислил ранее? Если вы заметили, то все они противоречат приказам Королевы Червей. Люди, которые страдают депрессией, порой не могут найти в себе силы побороть это состояние. Я имею в виду то, что иногда мы предпочитаем просто жалеть себя, нежели пытаться исправить наше положение. В случае с Юзан мы видим, как у нее была тяжелая жизнь, и смерть ее дочки изменила все. Она винила в себя в произошедшем и полностью утонула в слезах и своем горе. И в какой-то момент она даже считала, что обязана страдать, так как это нечто вроде наказания. В итоге героиня потеряла связь с внешним миром, и решила, что уже ничто и никто не сделает ее счастливой, и поэтому она решила покончить с собой. Также в реальности иногда люди страдают и думают, что если подождать, проплакаться, то возможно все пройдет, или вовсе сдаются и решают покончить с собой, не видя выхода из положения. Это далеко не так. Первый и самый главный шаг – это осознать, что не так с вашим состоянием, и принять решение справить ситуацию. В игре Сьюзан отказывается от предложения Королевы Червей, находит цветы, раскрыв загадку Ворна, и тем самым встречается с своим страхом. Отказывается задувать свечки и выслушивает лис, таким образом доказывая медсестре, что она слушала ее. Все это показывает игроку, как изначально слабая Сьюзан решает бороться за свою жизнь, и пытается избавиться от чувства вины, и снова обрести счастье. Проект Рэма показывает нам, что какие бы плохие карты не раздала нам судьба, всегда найдется выход. Давайте уберем из игры все паранормальные всяких убийц. Все, что останется, это история о женщине, которая потеряла все самое дорогое, и решила покончить с собой. Она выжила и не понимала, почему судьба дала ей второй шанс, но позже она встречает Митси. Молодая девушка скоро умрет от рака, но пытается найти убийцу ее парня. В итоге они становятся подругами, и так как в жизни обеих произошли ужасные вещи, это их связывает и делает их сильнее. Они находят Адама, реального паразита, который наслаждается чужими страданиями, так как сам лишен радости жизни. Он мог бы приводить свое состояние в пример тем людям, которые думали о самоубийстве. Он мог бы помогать им, да и сам бы в процессе завел немало друзей, так как ему самому была нужна поддержка. Но он завидовал всем другим, ненавидел их, и поэтому помогал им покончить с собой. В итоге героини находят его, но решают не вестись у него на поводу, так как Адам хотел умереть, и в процессе забрать с собой еще несколько жизней. Девушки выбрали жизнь, вместо мести и смерти. Я далеко не психолог, и не очень-то разбираюсь в чувствах. У меня была нормальная жизнь. Да, у меня были разочарования, но также были очень яркие и приятные моменты, поэтому я никогда не смогу полностью понять, что происходит в голове и сердце тех людей, которые находятся в депрессии. Чтобы узнать о душевном состоянии таких людей, я залез в один сабреддит на сайте Reddit, в котором общаются люди, которые пытались покончить с собой, или думают об этом. Вы не представляете, какие ужасные ситуации произошли или происходят с людьми в различных уголках нашего мира. Мать, у которой муж украл детей и бьет их. Люди, которые страдают из-за близких. Один пользователь спрашивает, насколько больно порезать вены, так как он устал слышать фразы, что со временем все станет лучше, но лучше не становится. И он хочет покончить с собой без боли. Я обожаю хорроры, где есть мясо и кровь, но прочитав некоторые темы, мне реально стало не по себе. Несчастные люди, потерявшие всю надежду на лучшую жизнь, или которые пережили ужасные вещи, и в итоге полностью потеряли желание жить дальше. Все эти истории реально существуют, и окружают нас всегда и везде. The Cat Lady это потрясающая игра, которая дает взглянуть по-новому на истории обычных людей, которым судьба повернулась спиной. Но когда-нибудь неудачей закончится, печаль уйдет, и наконец-то придет счастье. Разработчик игры напоминает всем нам, что за свою жизнь и душевное состояние стоит бороться, а также нужно помогать другим, когда те нуждаются в этом больше всего. И порой не нужно действовать и принимать решения с другого человека, иногда нужно просто выслушать. Довериться вашему другу, любимой, и просто высказать все, что накопилось на душе, или же внимательно выслушать. Ну а если этого недостаточно, то стоит обязательно обратиться за профессиональной помощью. The Cat Lady произвела огромное впечатление на критиков, а также обычных игроков. Проект получил высокие оценки, а многие пользователи начали писать Рэму и благодарить его за то, как правдоподобно он смог описать депрессивное состояние, и как сложно порой бывает людям. Позже Рэм решил снова попытать свою удачу, и загрузил свою игру в Steam Greenlight. Помните, в 2011-2012 году в Steam была такая система, где сами игроки голосовали за те проекты, которые бы хотели увидеть на продаже в Steam. Пользователи очень быстро вывели кошатницу в топ, и в итоге Steam одобрил проект и добавил его в магазин. Этот момент стал переломным в карьере молодого разработчика, так как игра принесла ему хорошую прибыль, такую, что он вместе со своей женой и маленьким сыном решил перебраться в Польшу и стать игровым разработчиком на полной основе. Видя успех за Cat Lady в Steam, Рэм подумал, что неплохо было бы попробовать снова добавить в магазин его первый проект, Downfall. Но с этим возникло несколько проблем. Код игры был утерян, да и сам проект, по словам Рэма, игрался и выглядел как полное говно. Поэтому он принял решение сделать ремейк. А вот про него и другие игры Рэма Микальски я расскажу вам в другом видео. Спасибо за ваш просмотр, дорогие друзья. Ролик вышел довольно длинным. Я постарался максимально подробно рассказать про эти игры и проанализировать их. Надеюсь, вы узнали много нового и интересного. Если вам понравился данный ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой твич канал и ставьте колокольчик на ютубе. Я периодически запускаю стримы и я буду рад каждому из вас. Я желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok